На улицах городов царит запустение 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 Происходит конец не только однополярного мира, не только американской экономики, но и просто всей той цивилизации, которая была построена в последние 500 лет Вы думаете, что до США слишком далеко? Ничего подобного. В современном мире волны кризиса распространяются со скоростью света. В то время, когда вы смотрите эти кадры, американские инвесторы спасают свои деньги. Каждую секунду они изымают около 7 миллиардов долларов из рынков развивающихся стран. То есть распродают свои акции из-за бесценок. Вместе с ними обесцениваются контракты на поставку металлов, нефти, продовольствия. А все национальные валюты уверенно двигаются к краю пропасти. Посмотрите вокруг. Все, что вас окружает в один момент, станет абсолютно бесполезным. Зачем, например, нужна машина, которую нечем заправить? Или холодильник, когда нет напряжения в сети? Аварийное отключение может быть глобальным. В результате всемирной паники мировая экономика будет полностью парализована. Ни света, ни газа, ни бензина, ни поставок продуктов в крупные города. В таком мире деньги могут согреть только в одном случае. Если надо разжечь костер. Смотрите в документальном проекте телеканала РЕН-ТВ. Грязные тайны большой политики. Что предпримет Америка на краю гибели? Это может привести к социальной революции, причем ширкомасштабной. Каким будет мир после глобальной катастрофы? В мире начнется финансовая паника. Эксклюзивное интервью с бывшим сотрудником спецслужб США. Джон Перкинс впервые раскроет все грязные тайны большой политики. Как США подчинили себе десятки стран по всему миру? Экономические убийцы создали первую в мире глобальную экономическую империю. В каких государствах уже побывали экономические киллеры? Португалия, Испания, Греция, Господи, Италия. И кто следующий на очереди? Они фактически подорвут нашу экономику. Вся правда о российском дефолте 98-го года. Как экономические убийцы пытались уничтожить нашу страну? Могирщик российской экономики в свое время был. И сейчас это могирщик многих других экономиков. Где спрятаны миллиарды Саддама Хусейна? И почему великий диктатор не смог откупиться от американских банкиров? Какая сумма реальная могла быть на этих тайных счетах Саддама, сказать трудно. Сенсационное откровение человека, который уничтожил старейший банк Великобритании. Меня ушло меньше трех лет, чтобы причиненные мной убытки привели к банкротству. Из роскошного пентхауса в монашескую телью. Невероятный побег с Уолл-стрит. Я отказался от светской карьеры и предпочел служение Богу, чтобы спасти свою душу. Как сберечь свои деньги в момент дефолта? Те, кто держит доллары, они рискуют сильно проиграть. Каким будет мир после заката Америки? Резкое сокращение американской экономики – это фатальная катастрофа для всех. Эксклюзивное интервью и сенсационные факты в специальном проекте канала РЕН-ТВ «Грязные тайны большой политики». Американский бильярд. Первая сеть. Улицы Вашингтона опустили. Главный символ Америки – стабли свободы – закрыта для посетителей. Музеи и парки не работают. Барак Обама впервые за 20 лет семейной жизни не стал отмечать очередную годовщину свадьбы. Не пошел играть на выходных в гольф. Отменил визиты в Малайзию и на Филиппины. И проигнорировал саммит АТС в Индонезии. Гордость американцев марсоход «Куриосити» переключен в спящий режим. В незапланированный и неоплачиваемый отпуск отправились 97% работников НАСА. На боевом посту остались лишь 6 астронавтов. Да и то, потому что им сейчас его трудно покинуть. Они находятся в космосе, на международной орбитальной станции. 800 тысяч служащих не вышли на работу. Офисы министерств транспорта, образования, здравоохранения, культуры пусты. Не работает МИД. Военным и сотрудникам спецслужб заморозили зарплаты. Этот кризис вредит бизнесу. Люди не получают зарплату и у нас страдает экономика. Я разочарован. Я не понимаю, почему они допустили это. Я специально приехал из Калифорнии, Лос-Анджелес, но оказалось, что статуя свободы закрыта. Такой апокалиптичной картиной начинался в Америке новый финансовый год. Какие же действия предпримет правительство, чтобы спасти страну? Вот государственный заказ, который возник буквально через два часа после того, как была остановлена работа правительства. Во всяком случае, так утверждают журналисты издания Foreign Policy. На что же чиновники готовы потратить последние деньги бюджета? Защитные каски 65 миллионов долларов. Финские ручные гранаты 50 миллионов долларов. Подводная лодка-робот 18 миллионов долларов. Всего около 20 позиций на общую сумму более полумиллиарда долларов. А вот и самая интересная покупка. Раскладушки для полевых казарм. 20 тысяч штук. Где американская армия собирается развернуть эти походные казармы? И как покупка оружия на последние деньги может спасти экономику? Доллар – это абсолютно пустые бумаги, которые ничем не подкреплены, кроме, конечно, основного, главного, основополагающего фактора, военно-политического. Именно та страна, которая доминирует в военном и политическом отношении во всем мире и контролирует через свою валюту весь мир. При этом США – самый крупный должник на планете. Внешний долг Америки – около 17 триллионов долларов. Столько стоят все нефтяные запасы Саудовской Аравии. Это втрое больше рыночной стоимости золота, добытого за всю историю человечества. Если собрать в одну стопку 100-долларовой купюры на сумму 17 миллиардов, ее высота будет почти на 3000 километров больше, чем диаметр земного шара. Долговой кризис Соединенных Штатов вызван многолетней политикой правительств Соединенных Штатов, от которой очень трудно избавиться. 17 октября конгрессмены проголосовали за повышение потолка госдолга. Но это лишь временная передышка. Америка может сверстать свой бюджет, но непонятно, как и когда страна будет платить по счетам. Эксперты уверены, поднимать потолок госдолга невозможно до бесконечности. Рано или поздно экономика страны рухнет. Главная проблема Америки в том, что проблемы накапливаются быстрее, чем страна может их решать. В плане дефицита, то есть, насколько можно увеличивать долг и как закрывать дефицит текущего платезного баланса. Эту информационную панель менеджеры Нью-Йоркской биржи называют часы судного дня. Счетчик госдолга США установлен на Таймс-сквер. Его данные обновляются непрерывно. Любой прохожий может видеть, что его страна в буквальном смысле погрязла в долгах. Они, в принципе, могли бы тратить и больше, и долг мог бы быть и 100 триллионов. Но тогда разрушится сама модель американской экономики. Этот сайт дублирует показания счетчика. Пока вы смотрели эту программу, долг США вырос на 6 миллионов долларов. К концу дня он увеличится еще на 4 миллиарда. Конечно, американцы ходят по краю. США в итоге будут вынуждены, хотят там технический дефолт объявить по своему, так сказать, обязательствам. Тогда в мире начнется финансовая паника. Тогда деньги в России станут дорогими. Среди кредиторов США все индустриально развитые страны, а также нефтяные магнаты Ближнего Востока. На планете, пожалуй, не осталось ни одного государства, которое не владело бы облигациями американского госдолга. Самые крупные держатели этих пока еще ценных бумаг – Китай, Япония и Россия. Экономисты знают – эти обязательства не обеспечены ничем. По сути, вся финансовая система США – это экономика на доверии. Как только держатели облигаций перестанут верить в устойчивость американской экономики, эта пирамида рухнет. Рухнет-то, рухнет все. И кредиты, и банки, и те, кто дали кредиты, и те, кто взяли кредиты, и ипотека, и сами города, и их обслуживание. Ищут это как конце экономики, о конце экономики, которую мы знаем. Что же будет, если все кредиторы мира одновременно потребуют уплаты по счетам? Вы уверены, что хотите это знать? На секунду представим, что мировой кризис уже произошел. Партнеры Америки требуют оплатить все долговые обязательства. В этом случае курс национальной валюты неминуемо упадет. Но ведь доллар – это еще и средство международных расчетов. Поэтому будет парализована торговля во всем мире. Страны, экспортеры энергоресурсов станут первыми жертвами глобального кризиса. Ведь в обмен на нефть и газ они получат те же долговые обязательства, которые ничего не стоят. Добыча углеводородов в таких условиях станет абсолютно бессмысленной. Если цена на нефть колеблется на мировых рынках, значит и рубль начинает колебаться. Причем чем сильнее цена на нефть колеблется, тем больше колебания стоимости рубля. Или цены рубля, курса рубля. Экономика развивающихся стран будет полностью уничтожена. Если курс доллара в международных расчетах просто понизится, то валюты стран-экспортеров нефти будут стоить меньше, чем бумага, на которой их напечатали. После того, как доллар стал мировой валютой, и плюс к этому потерял золотое обеспечение, вдруг уяснилось, что реальные ценности, драгоценные металлы, собственность, можно приобретать за крашеной бумагой. Наша страна давно стала частью мировой экономики. Только представьте себе супермаркет, в котором килограмм мяса будет стоить около 800 рублей. За литр молока могут потребовать не менее 200, а цена буханки хлеба перевалит за сотню. При этом средняя зарплата, пенсии и социальные пособия остались на прежнем уровне. По подсчетам экспертов, в случае мирового кризиса в России останется не больше миллиона автомобилистов, ведь цена бензина вырастет до 500 рублей за литр. И все это из-за того, что где-то на другом континенте партия консерваторов не смогла договориться с партией демократов. Прекращение финансирования американской экономики, получает за собой крах. Всей финансовой системы, всей экономической модели цивилизации, включение тех, кто сегодня находится в оппозиции США, включая нас. Многие считают, что для покрытия долга американцам достаточно запустить печатный станок. Ведь их валюта – это платежные средства, которые принимают во всем мире. Но в марте 2011 года выяснилось, что все не так просто. Америка продает гораздо меньше, чем покупает. Эта ситуация приводит к необходимости постоянно печатать все новые и новые доллары. Долг все-таки придется отдавать. И существует вероятность в этом случае обесценения доллара. Последствия будут крайне тяжелыми для всех экономик, которые на доллар завязаны. В 2011 году Япония, один из крупнейших кредиторов США, попыталась продать на международном рынке крупный пакет облигаций американского госдолга. В стране, которая пострадала от катастрофического цунами и аварии на атомной электростанции, срочно потребовались деньги для восстановления экономики. Япония планировала выручить от продажи облигаций около 300 миллиардов долларов. Это при том, что сами ценные бумаги продавались с неплохой скидкой. В это трудно поверить. Но как только на торги токийской биржи выставили первый пакет облигаций, во всем деловом центре внезапно пропало электричество. Эксперты считают, что кто-то был готов использовать любые средства, чтобы сорвать сделку. Это даже не американское правительство. Хотя именно для него продажа облигаций могла стать катастрофой. Свои капиталы в 2011 году спасали совсем другие люди. Кто же эти таинственные корпорации, имена которых запрещают называть федеральные законы США? И почему они могут вмешиваться в мировую политику, не обращая внимания на правительство единственной сверхдержавы на планете? Эти компании почти неразоряемы. Эти компании почти неразрушаемы. Именно эти компании частенько стоят и за мировыми кризисами, и за многими войнами. Смотрите далее. Сенсационное интервью экономического убийцы. Как США подчинили себе десятки стран по всему миру. Это первая в истории империя, которая была создана без применения оружия. Рейдерский захват в планетарном масштабе. Можно ли обрушить экономику процветающего государства? И кому это выгодно? Удавку фактически накидывали им на шею, а потом потихоньку, медленно затягивали. Впервые на телевидении мы расскажем, в каких странах уже побывали экономические киллеры. Португалия, Испания, Греция, Господи, Италия. И кто следующий на очереди? В первую очередь, конечно, надо здесь иметь в виду ближайших соседей Российской Федерации. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Грязные тайны большой политики. Американский бильярд. Первая серия. Перед вами один из самых опасных людей на планете. В это сложно поверить, но его работа состояла в том, чтобы уничтожать экономики целых стран и делать их полностью подконтрольными США. Он не Джеймс Бонд. Он не устранял президентов, но благодаря ему миллионы простых людей превращались в рабов международных компаний. Его имя Джон Беркинс. И он почти 20 лет тайно работал на спецслужбы Америки. Благодаря Беркинсу Америка без единого выстрела смогла завоевать Индонезию, Эквадор, Панаму и Саудовскую Аравию. Эти страны лишь формально сохраняют суверенитет. Мало кто знает, что на самом деле их внешняя и внутренняя политика полностью зависит от капризов всего нескольких самых богатых граждан США. В эксклюзивном интервью каналу РЕН-ТВ Джон Беркинс расскажет сенсационную правду о том, как США без войн и насилия подчинили себе десятки стран по всему миру и как это привело к гибели миллионов обычных людей. Экономические убийцы создали первую в мире глобальную экономическую империю, корпоративную империю, негосударственную. Это первая в истории империя, которая была создана без применения оружия, потому что их главным оружием является экономика. Беркинс говорит, что таких, как он, в США называли экономическими убийцами. Это высокооплачиваемые профессионалы, которые грабят страны по всему земному шару. Они перенаправляют деньги от Всемирного банка, Американского агентства по международному развитию, в карманы нескольких богатых семейств, которые контролируют природные ресурсы планеты. Просто заводили преднамеренно различные страны в тупик. То есть подсказывали те решения, которые выгодны мировым финансовым структурам, и через это втягивали их в то самое казино, из которого выбраться невозможно. Удавку фактически накидывали им на шею, а потом потихоньку, медленно затягивали. В арсенале экономических убийц, мошенничество, незаконный доступ к секретной информации, шантаж, взятки и вымогательство. Джон Беркинс утверждает, что был частью особой элитной группы, которая выполняла секретные миссии по всему миру. Экономические убийцы работали разными методами, но наиболее эффективный метод был таким. «Мы находили страну, богатую природными ресурсами, к примеру, нефтью, которая и была целью международных корпораций». Эту книгу-исповедь Перкинс начинал писать четыре раза. Правда, в то время он еще был действующим сотрудником организации экономических убийц. Он хотел рассказать, как выходец из семьи сельских учителей штата Нью-Гемпшир вдруг стал вершителем судеб для миллионов людей. Перкинс говорит, стоило ему написать несколько страниц, как на следующий день к нему приходили люди из Ассоциации национальной безопасности Америки. Бывший экономический убийца уверен, больше 30 лет за ним круглые сутки наблюдали специальные агенты. Каждый шаг, каждое слово Перкинса было задокументировано, ведь он по сути распоряжался триллионами долларов, которые ему не принадлежали. Можно сказать, что Перкинс – это Сноуден 10 лет тому назад. То есть Перкинс вынес на суд читателя, на широкую аудиторию, то, что в общем-то было известно и без него, но то, что всегда опровергалось, и поэтому требовало какого-то подтверждения изнутри. В своей исповеди Перкинс рассказывает о том, как был завербован сотрудниками Агентства национальной безопасности. В этот момент ему было 24 года, его только что отчислили из колледжа. На собеседование в АНБ Перкинса пригласил один из родственников его жены. Для Джона это был настоящий подарок судьбы, ведь служба в правительственной организации гарантировала отсрочку от другой службы, в американской армии, которая в тот момент воевала во Вьетнаме. Я согласился, но был уверен, что у меня нет ни единого шанса, потому что я был против войны во Вьетнаме, бросил университет. Перкинс пишет, что был удивлен результатами тестов, ведь он вполне откровенно заявил своим будущим работодателям, что не испытывает особых патриотических чувств по отношению к США, не верит в великую миссию во Вьетнаме, и девушки его интересуют гораздо больше, чем политики. Трудно поверить, но после собеседования в АНБ Джону объявили, что из него может получиться хороший агент нелегальной разведки. Агентство национальной безопасности было готово принять его на специальные курсы в одном из закрытых учебных центров Пентагона. Сотрудники спецслужб западных под видом консультантов экономических внедрены в американские консалтинговые фирмы и заправляют, даже там не просто внедрены, а являются руководителями. Тогда, в 1968 году, Перкинс не подозревал, что станет главным действующим лицом в игре, ставки в которой были очень высоки. Уже позже он расскажет, что истинный смысл его работы стал понятен лишь через много лет. В Эквадоре на него вышел агент АНБ, который сделал Перкинсу довольно выгодное предложение. Джону предлагалось подробно описать уклад жизни местных индейцев, а также оценить перспективы экономического роста всего региона. За несложную работу Перкинсу предложили грандиозную по тем временам сумму 50 тысяч долларов. Годовой оклад чиновника федерального правительства. Через 30 лет Перкинс вернется в Эквадор, чтобы увидеть результаты своей работы. Дождевые леса, залитые нефтью, гражданскую войну и миллионы людей, погибающих от голода. Это, как правило, все, что оставляет после себя организации экономических убийц. Для Джона Перкинса Эквадор стал своего рода разминкой на пути к более глобальным целям. Он признает, что был одним из тех, кто уничтожил эту страну. Когда мы принимали решение, что нам нужна некая страна, богатая нефтью, мы навязывали ей получение огромного кредита во Всемирном банке. Они превращались в огромные долги, которые они не могли выплачивать. После этого все ресурсы данной страны становились удивительно дешевыми для наших корпораций. Эти страны вынуждены были голосовать так, как нужно в ООН, размещать военные базы на своей земле и приватизировать государственное имущество. Смотрите далее. Куда исчезли миллионы Саддама Хусейна? Какая сумма реальная могла быть на этих тайных счетах Саддама, сказать трудно. И почему их след надо искать в Москве? На Россию прилетело несколько самолетов, нагруженных деньгами. Невероятный коррупционный скандал. Как вице-президент США стал фигурантом дела о хищении миллиардов долларов из бюджета Америки? В США существует всепроникающая коррупция. Это ужасная политика лоббизма. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Грязные тайны большой политики. Американский бильярд. Первая серия. Это московский аэропорт Шереметьево. Каждый год его услугами пользуются более 22 миллионов пассажиров. Это один из крупнейших транзитных центров в Европе. Ежедневно на взлетно-посадочной полосе Шереметьево находятся около 800 самолетов. Они проводят здесь считанные часы. Но в конце сентября 2013 года здесь был обнаружен самолет, который стоял без движения уже больше шести лет. Журналист Ева Меркачева утверждает, этот лайнер был под завязку загружен наличными деньгами. В самолете, который застрял в Шереметьево, хранилось около 20 миллиардов евро. Меркачева уверена, эти деньги не что иное, как личные сбережения Саддама Хусейна, которые он сумел тайно вывезти из Ирака. Деньги были новые, но при этом они очень долго лежали, потому что у них запах даже такой вот уже старый, заряжал на бумаге. А все они были прямо по номерам, ну скажем, от нуля, дальше, дальше, дальше. То есть видно, что они как раз с печатного станка. Просто долго не были в ходу. Журналистка опубликовала накладные, которые подтверждают, загадочный денежный груз действительно существует. Но где его искать? Сейчас это большая загадка. Сразу после публикации сенсационной статьи пресс-служба аэропорта Шереметьево заявила, ни таинственного самолета, ни денег никогда не было. По одной из версий, весь ценный груз был перевезен из аэропорта в специальное хранилище в районе Лефортовской тюрьмы. Кто сейчас распоряжается этими миллиардами и почему самолет с деньгами оказался в России? Груз не имел конечного отправителя во всех накладных. То есть там было сказано, откуда он, кому он принадлежит, но не было сказано, кому он вообще предназначается. Вполне возможно, что история этого денежного перелета началась еще 20 лет назад. В тот момент, когда два влиятельных нефтяных концерна по заказу иракского правительства провели разведку новых месторождений на юге страны. Фантастические запасы нефти были обнаружены на границе с Кувейтом. Это произошло в 1989 году. Американцы сразу же предложили Саддаму Хусейну план совместного освоения этих запасов и развития инфраструктуры страны. Саддам Хусейн, кстати говоря, он был достаточно проамериканским одно время президентом, вообще Америка с ним сотрудничала. Саддам Хусейн практически поверил в американскую мечту. Правда, в поисках инвестиций его правительство обратилось вовсе не к западным банкирам, а к Советскому Союзу. Советские технологии, дешевая рабочая сила Южного Ирака, уже построенные трубопроводы и недорогая нефть. Саддам, сам того не подозревая, нашел рецепт настоящей гремучей смеси. Это сочетание могло уничтожить не только американский нефтяной рынок. Хусейн планировал развалить всю ассоциацию экспортеров нефти ОПЕК. Ирак воевал при поддержке всего арабского мира, монархии Персидского залива, наиболее богатые. Передали ему десятки миллиардов долларов, погасив, во-первых, долги его, и, во-вторых, просто предоставляя ему огромную финансовую помощь. В 1989 году в столицу Ирака вылетела группа экономических убийц. Они должны были объяснить Саддаму Хусейну, что деньги на разработку месторождения нефти нужно занимать только у американских банков. Для Ирака был составлен план экономического развития на ближайшие 30 лет. Саддаму обещали пониженную процентную ставку, возможность реструктуризации и особые преференции от американского правительства. Например, отмену запрета на поставки высокотехнологичных вооружений. Это была одна из ударных позиций экономических убийц. Они знали, что Хусейн буквально помешан на оружии. Пистолеты, автоматы и даже гранатомет из чистого золота – это личная коллекция и особая гордость бывшего иракского правителя. Существовали легенды, огромные, то есть большие легенды о том, что у Саддама Хусейна супервилы, супердворцы, и когда захватили его дворец, видели какие-то золотые столеты, оружие и сабли. На этот случай в арсенале экономических убийц был и еще один аргумент. Взятка, размер которой варьировался от одного до нескольких миллиардов долларов. В случае с Саддамом Хусейном этот аргумент, по мысли американских аналитиков, был самым убедительным. Ведь Хусейн – выходец из бедной крестьянской семьи, которая жила на окраине провинциального города Тикрит. Саддам Хусейн родился в такой деревне, под Тикритом Аллаожа, она очень бедная. Он родился без отца, даже говорят о том, что его мама хотела похоронить, потому что боялась бедности. Удивительно, но на переговорах с Саддамом Хусейн отверг все предложения экономических убийц. Он охотно принимал дорогие подарки, кроме главного – американской кредитной линии. Тогда переговорщики решили сыграть над тщеславием Хусейна и предложить ему власть над всем Ближним Востоком. Но оказалось, что диктатору и здесь не нужна помощь американских консультантов. Он планировал свой личный блицкрик – захват королевства Кувейт. Благодаря тому, что Ирак имел серьезные запасы валюты к началу конфликта, а затем и поддержку богатых арабских стран, Ирак практически не знал лишений. Эркинс признает, все попытки экономических убийц договориться с иракским диктатором полностью провалились. Но это не означает, что американские корпорации отказались от своих целей. Ведь если с задачей не справились экономические убийцы, к проекту подключаются убийцы-наемные. Экономисты называют их шакалами. В редких случаях, когда экономические убийцы проваливали миссию, когда президенты не хотели брать огромные кредиты, грозившие им рабством, в действие вступали наемные убийцы. Они устраивали революции и свергали целые правительства под предлогом демократических реформ. Если революция была невозможна, они убивали президента. Организаторам покушений на Хусейна не откажешь в изобретательности. Например, в 87-м году устранить диктатора попытались на военном параде. К колонне танков присоединился еще один без опознавательных знаков, зато с заряженной пушкой. Т-72 беспрепятственно проехал по улицам Багдада. Его остановили, когда до трибуны верховного главнокомандующего оставалось всего 50 метров. Покушения на Саддама приписывали военным или оппозиционерам. Но мало кто знает, что за ними всегда стояли одни и те же люди. Саддам пережил несколько покушений. В частности, было покушение на него в Шиевском районе, неподалеку от исторического Вавилона. После этого несколько десятков людей были арестованы, казнены. Но подобраться к Хусейну было не так-то просто. Диктатор обладал феноменальным чутьем и был крайне осторожен. Его разведка, как ни странно, работала лучше, чем шпионы ЦРУ и АНБ. Диктатор пережил 10 покушений. Это почти мировой рекорд. Удивительно, но огромный штат наемных убийц американской разведки тоже не справился с задачей. Однако даже в этом случае, как утверждает Джон Перкинс, заказчики не уйдут из страны. Государство, которое не сдается, можно стереть с лица земли. И в совсем редких случаях, когда проваливались даже наемные убийцы, например, в случаях с Саддамом Хусейном, Муаммаром Гаддафи, тогда уже в дело вступали военные. Война – это последнее средство. Однако американские корпорации не собирались воевать с Ираком бесплатно. Это уникальный документ. Контракт Американского агентства международного развития на восстановление Ирака. Речь идет об астрономической сумме – 600 миллионов долларов в год. Удивительно, но соглашение было подписано еще до начала войны в Ираке. Всего один финансист превратил войну в фантастически прибыльное дело. Его компании получили деньги и за разрушение, и за восстановление страны. Они работают вот так по-американски, то есть отрывая контракты, развязывая войны и зарабатывая на этих войнах. Это один из главных акционеров непубличной компании Холебертон – Дик Чейни. Во время первой войны в Ираке он был министром обороны. Во время второй – вице-президентом Америки. В Белом доме говорили, что этот вице-президент готов поддержать любую войну. Хоть с террористами, хоть с инопланетянами. Его постоянная позиция, что все враги США, будь то это люди, движения, партии, ну или, наверное, даже страны, вот все эти враги должны сначала сдерживаться, а потом уничтожаться. Дело в том, что компания Холебертом, который управлял Чейни, это крупнейший поставщик армейской техники. По одной из версий, экономические убийцы в Ираке продвигали интересы инжиниринговых компаний, которые тоже принадлежат Дейку Чейни и его близкому другу, Джорджу Бушу-младшему. Когда переговоры зашли в тупик, когда провалились все попытки убийства Саддама Хусейна, Чейни и Буш придумали новый бизнес-план. Все предыдущие империи – Китай, Персия, Египет, Греция, Рим, позже Португалия и Испания, Голландия, Франция, Англия, США – все они создавали свои империи при помощи оружия. Но сегодня главным оружием является экономика. Удивительно, но компания Халибертон не выпускала оружие. Она заработала миллиарды на поставках армейских грузовиков, запчастей, военной формы, биотуалетов и обслуживании всей объединенной группировки войск. За стирку белья, вывоз мусора, уборку территории Халибертон собирала деньги не только с американских солдат. Ей платили англичане, немцы, итальянцы и даже украинцы. Все, кто принимал участие в Иракской войне. Деятельность Халибертон чрезвычайно многообразна. И вот за время войны в Ираке и послевоенного восстановления, вплоть до нынешнего времени, Халибертон и ее дочерняя компания очень хорошо обогатили. Война была лишь промежуточным этапом в борьбе крупных корпораций за свои интересы. В это трудно поверить, но после операции «Иракская свобода» бизнесмены получили именно то, чего добивались в мирное время – контракты на строительство дорог, электростанций и нефтяных месторождений. Ведь во время боевых действий вся инфраструктура страны была полностью разрушена. Мы живем в чрезвычайно двуличной стране под названием Соединенные Штаты, которая является лидером западного мира. Мы все время говорим о мире. Факт остается фактом. Мы в любой момент готовы отбросить все разговоры о демократии. США тут же перестают поддерживать демократических лидеров, если они не идут на условия наших корпораций. И наоборот, готовы поддержать самого жестокого диктатора, если он угоден корпорациям. После взятия Багдада американцы объявили награду за голову Саддама Хусейна – 30 миллионов долларов. Но мало кто знает, что Чейни и Бушу вовсе не нужен был сам Саддам. Они охотились за многомиллиардным состоянием бывшего лидера Ирака. По всей видимости, американцы вполне могли бы организовать эвакуацию диктатора и его семьи из Ирака. Точно так же, как после терактов 2001 года спецслужбы вывезли из США всех родственников Усамы Бен Ладена. Операцию по поиску Саддама Хусейна вполне можно было бы назвать «деньги или жизнь». То есть банальный грабеж. Что касается деньги Саддама Хусейна при его смерти, это безответный вопрос. Потому что никто до сих пор не знает, где находились эти деньги, а безумное количество денег. Для розыска денег диктатора при Министерстве финансов США было создано специальное подразделение. Его сотрудники выяснили, что за несколько недель до вторжения доверенные лица Саддама закрыли счета бывшего лидера во всех иностранных банках. Это значит, что эмиссарам из Ирака удалось обналичить около 100 миллиардов долларов. Этого было вполне достаточно для того, чтобы откупиться от американских банкиров. Но Саддам, по всей видимости, решил подстраховаться. Все наличные деньги были загружены в самолеты, которые начали хаотично перемещаться по всему миру. На тот случай, если американцы не выполнят своих обещаний и не дадут диктатору покинуть Ирак. Как именно двигались деньги по нашей планете, знал, пожалуй, только сам Саддам Хусейн и некий секретный агент, взявший себе псевдоним Брингс. Именно эта фамилия обозначена во всех накладных, которые сопровождают денежные самолеты. Якобы деньги были в срочном порядке вывезены с территории Германии. И на самолетах перевозчиком являлся все время Брингс. Они были доставлены в 27 разных стран, где на сегодняшний день их хранятся. Вполне возможно, что в Шереметьево оказался лишь один из самолетов-призраков. Сколько их на самом деле? Единственный человек, который знал ответ на этот вопрос, был казнен 30 декабря 2006 года. Ну, Саддама уже нет, он повешен. Кто сегодня скажет, кому конкретно он передал свои авары? Никто и никогда не узнает, где деньги Саддама, где деньги Кадай, где деньги Чай. Удивительно, но следы экономических убийц можно найти и в истории современной России. К 1998 году Россия успешно провела экономические реформы, справилась с организованной преступностью, создала механизм страхования вкладов. В два раза был увеличен размер пенсий, стипендий и социальных пособий. Впервые в истории страны удалось абсолютно безболезненно провести деноминацию национальной валюты. Вместо купюр с шестью нулями, которые больше напоминали деньги банановых республик, Россия получила новые рубы. На свободных валютных торгах, в которые не вмешивалось государство, один доллар стоил всего шесть рублей. По этим показателям переходная экономика России в 1998 году опередила Японию, Нидерланды и Францию. Их национальные валюты в то время стоили гораздо дешевле. В 1998 году Россия объявила дефонт, она перестала платить по своим обязательствам. Парижский клуб основных кредиторов России реструктурировал этот долг. И мы там, так сказать, частями выплачивали те средства, но значительно меньшие, которые были предусмотрены подписанными соглашениями. В 1998 году Россия остановила печатный станок. Страна больше не выпускала ничем не обеспеченные деньги для покрытия бюджетного дефицита. Это был революционный шаг, на который американцы до сих пор не могут решиться. Уровень инфляции снизился до 3% в год. Это был настоящий мировой рекорд. Иностранные инвесторы не могли понять, что происходит. Ведь рост цен в США, в самой устойчивой экономике, которой доверяет вся планета, в 1998 составил более 5%. Даже катастрофическое падение цен на нефть не ударило по нашей экономике. К тому моменту большая часть государственного бюджета формировалась за счет налогов, которые приносил малый и средний бизнес. Эксперты говорили, что экономика нашей страны может выйти на лидирующие позиции в мире. Но с 17 августа 1998 года произошла катастрофа. Не отбойтесь! За один день курс доллара вырос с 6 до 15 рублей за доллар. Правительство решило прервать торги на межбанковской валютной бирже. На следующий день Центробанк стал распродавать валютные запасы. Курс доллара снизился до 9 рублей, но уже через неделю все было кончено. У России попросту не осталось валютных резервов. За 1 доллар предлагали 25 рублей. Но купить заветные бумаги с портретом Джорджа Вашингтона было невозможно. В стране впервые за 10 лет возник дефицит иностранной валюты. Но главным образом, что начался коллапс в реальном секторе, начался мощнейший спад в промышленности, мы имели более 15% спад, был спад производства валов внутреннего продукта во многих других секторах. Массовые банкротства заводов и компаний, задержки зарплаты, пенсии, бешеные инфляции, обнищание населения. Мало кто знает, что все эти события были хорошо спланированной операцией экономических убийц. Вся политика, которую нам советовали в 90-е годы иностранные эксперты, состояла в том, что мы должны сдерживать денежные предложения и не реагировать на резкое падение валового внутреннего продукта. Что же на самом деле произошло в августе 98-го года? После развала Советского Союза, многие заводы и предприятия перестали получать заказы от государства. Быстро перестроиться на рельсы рыночной экономики оказалось под силу далеко не каждому из них. Начались массовые разорения, а поступления в бюджет катастрофически сократились. Правительству было нечем платить зарплаты и пенсии людям. В этот момент к нам любезно обратились международные кредиторы из таких организаций, как МВФ, Всемирный банк и Парижский клуб. Они предложили выделить России значительные кредиты. Именно это и был тот капкан, в который нас старательно заманивали экономические убийцы. Они начали стремительно опутывать страну паутиной многомиллиардных долгов. Выясняется, что действовали они в интересах американских спецслужб. И в некоторых международных финансовых учреждениях, таких как МВФ. И так они расправились с очень многими странами. Затягиваются в долговую петлю, опутываются долгами. Когда кредиторы решили, что огромная сумма в 170 миллиардов долларов уже никогда не может быть нами выплачена, они поставили точку в этой шахматной партии. Нам перестали давать взаймы. Правительство лишилось возможности платить по своим обязательствам и было вынуждено объявить о банкротстве. Дефолт состоялся. Была полная разруха в экономике и полное разрушение всех экономических связей. Россия оказалась должна всему миру больше 170 миллиардов долларов. Цель экономических убийц была достигнута. Теперь они могли диктовать нашей стране свою волю, превратив Россию в одну из стран третьего мира. Но для того, чтобы успех был полным, нужно было лишить нас возможности когда-нибудь выплатить этот долг. То есть взять под контроль ключевые отрасли промышленности. Экономика России находилась в вертикальном падении. Финансовые результаты из тех же Соединенных Штатов говорили нам, что это хорошо. Что разорение банков, разорение концернов вполне соответствует рыночной экономике. И служит оздоровлению экономики страны. В других странах экономические убийцы приказывали политикам отдать контроль над добычей нефти в руки американских топливных корпораций. С этого момента с каждых 100 долларов добытого черного золота американские компании получали 75. Из оставшихся 25-20 шли на выплату иностранного долга. И только 5 долларов из 100 поступали в бюджет страны, ставшей жертвой экономических убийц. Если свести это к более приземленному бытовому уровню, это те же самые потребительские кредиты, которые человек приходит в магазин, ему говорят, вот можно это купить, вот можно это купить. Денег нет, но счастья хочется. Вот обратился, говорят, да, вы как раз тот самый человек, которому мы хотим выписать 100, 200, 300, 500 тысяч. Но несмотря на катастрофический дефицит бюджета, Россия отказалась продавать свои месторождения полезных ископаемых иностранцам. В начале 21 века выяснилось, что это решение было правильным. В мире произошел резкий рост цен на черное золото, и если в 98 году внешний долг России превышал 170 миллиардов долларов, то к 2008 году наша страна смогла не только расплатиться по своим обязательствам, но и накопить больше 600 миллиардов долларов в виде резервов. Ничего из этого никогда бы не произошло, если бы замысел экономических убийц был воплощен до конца. Мы до сих пор выплачивали бы всему миру огромные долги, а жизнь россиян мало чем бы отличалась от быта диких племен Республики Эквадор. Смотрите во второй серии документального сериала «Грязные тайны большой политики». Кредитные тайны. Как нас обманывают и что нужно знать, чтобы не попасть в банковскую кабалу. Не подписывайте ни одной бумаги, в которой вы не понимаете хотя бы одного слова. Самая удивительная сделка за всю историю мировой экономики. Десять крупных западных банков находились в сговоре между собой. Как уничтожались экономики целых стран и кто следующий в черном списке экономических убийц. Россия может прекратить свое существование. И какие государства станут банкротами в ближайшее время. Сенсационные признания бывшего экономического киллера. Существует целый список стран, которых это коснется. Во второй серии документального сериала «Грязные тайны большой политики». У вас есть кредит в банке? Может быть ваш долг всего 10 тысяч рублей? А может быть 50, 100 тысяч или даже миллион? Вы платите его месяц за месяцем и уже устали вычитать с каждой зарплаты 10-20% чтобы внести очередной платеж? Те деньги, которые вы когда-то взяли, растаяли без следа. И вы уже сами не рады, что однажды поверили менеджеру банка. Но банк от вас не отстанет, пока вы не заплатите ему все до последней копейки. Таких клиентов, как вы, у него миллионы. 50 или 100 тысяч рублей вашего долга ему на самом деле безразличны. Ведь он управляет миллиардами. Но что вы скажете, если узнаете, что ваш банк сам является должником? И его долг не миллион, а 2 миллиарда. Причем не рублей, а долларов. Этих денег достаточно, чтобы 5 лет платить зарплату врачам и учителям крупного российского города. Но в отличие от вас, банк этих денег своему кредитуру никогда не вернет. Вы удивитесь, но его даже не объявят банкротом, а бывшего директора не посадят в тюрьму. Вместо него огромный долг покроет государство с помощью налогов, которую мы же ему и платим. Вы скажете, этого не может быть? Нет. Это реальность. Именно так завершилась величайшая афера в истории человечества. 13 крупнейших американских банков получили от правительства США 24 триллиона долларов на покрытие своих огромных долгов. И пока миллионы простых американцев лишались всего, что у них было, и экономили каждый цент, банкиры Сулл-стрита довольно потирали руки. Это случилось в разгар кризиса 2008 года. Это же грозит повториться уже этой осенью, но теперь в масштабах всей Земли. Смотрите во второй серии специального проекта канала РЕН-ТВ грязные тайны большой политики. Сенсационные откровения агента американских спецслужб Джона Перкинса. Как он уничтожил четыре страны и куда сейчас вылетает экономический спецназ? Мы убеждали страну взять огромный кредит, а потом могли делать с ней все, что угодно. Какие государства станут банкротами в ближайшее время? Мировая экономика взята в заложники. Кто на самом деле правит современным миром? Они определяют, кто будет богатым и кто будет влиятельным. Как транснациональные корпорации подчиняют себе целые страны? Вы отдадите землю, вы отдадите недра, вы отдадите политику свою, вы отдадите все. Как сильнейшие страны мира превращаются в беспомощных жертв? Это специализированные механизмы для колониального управления. К чему приведет катастрофа американской экономики? Война при выходе из кризиса совершенно точно неизбежна. Как был запущен механизм отъема денег в мировом масштабе? Кто стоит за разрушительными экономическими кризисами? Какая судьба уготована обычным людям в глобальной игре кукловодов Суолл-Стрит? И что делать каждому из нас? Ответы на все эти вопросы в уникальном проекте канала РЕН-ТВ. Грязные тайны большой политики. Хроники одного обмана. Вторая серия. Хроники одного обмана. Вторая серия. Этот день должен был войти в историю, как дата банкротства Соединенных Штатов Америки. Паника на фондовых рынках. Сотни тысяч закрытых заводов и компаний. Десятки миллионов людей, потерявших работу в мгновение ока. Разорившиеся банкиры сводят счеты с жизнью. Арестованы десятки биржевых брокеров. ФБР проводит обыски в офисах рейтинговых агентств. Их подозревают в мошенничестве. Нет, это не великая депрессия 30-х годов 20-го века. Это 14 октября 2008 года. Если бы экономика Америки была по-настоящему рыночной и свободной, то этот день запомнился бы нам именно таким. Удалось удержать ситуацию в 2008 году на плаву. Краха не произошло в финансовой системе. Но неизвестно, что было лучше. Чтобы тогда это произошло, и мировая экономика начала восстанавливаться, последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем если бы это произошло раньше. За день до этого главы девяти крупнейших банков Америки прибыли в Министерство финансов США, чтобы встретиться с его руководителем Генри Полсоном. Среди них были Джейми Даймон из Морган Чейз, Джеймс Горман из банка Морган Стэнли и Кен Левис из Банк оф Америка. Еще недавно все девять были самыми могущественными людьми в мире. У них было все, о чем простые люди не смеют даже мечтать. Частные самолеты, яхты, эксклюзивные модели машин и собственные острова для отдыха в Карибском море. У каждого из них на счету была сумма, за которую можно было купить всю землю в штате Техас или выплатить весь внешний долг всех государств Центральной Африки. Но в этот день каждый из них был беднее нищего из трущоб Бангладес. Их долги измерялись сотнями миллиардов долларов. Банки стали выдавать дешевые кредиты, не проверяя финансовое положение человека, который берет кредит. Ясно, что вы обрекаете себя на то, что кредиты не будут верны, вы из-за этого не получите деньги назад, и вы станете банкротом. Когда через два часа банкиры выйдут из здания Министерства финансов, исполнительный директор Сити Групп Викром Пандит скажет, «Коллеги, это лучший день в моей жизни. Еще никогда я не совершал столь выгодные сделки». О чем же договорились банкиры и правительство США? Представьте себе, что у вас есть хороший качественный автомобиль. Он вас во всем устраивает, не ломается, но ему уже 10 лет. И если вы задумали его продать, то вам удастся это сделать не больше, чем за одну треть от цены такой же машины, но только новой. Купить другую машину, если у вас нет сбережений, будет очень непросто. А теперь представьте, что неожиданно нашелся покупатель, который предлагает вам купить ваш автомобиль по цене абсолютно нового. Вы, конечно, решите, что он сошел с ума, и поспешите тут же оформить сделку. Но что, если этот безумец обратится к владельцу целого автопарка поддержанных машин и скажет, что купит их все сразу и заплатит за каждую розничную цену новой модели? Это сулит огромную прибыль. Но если вы думаете, что так бывает только в мечтах, то сильно ошибаетесь. Сделка еще большего масштаба состоялась осенью 2008 года, когда имущество американских банков обесценилось в 10 раз. По большому счету они должны были автоцепить штану. Им позволили жить. Почему? Потому что они слишком большие, чтобы и руку. Потому что в этих банках держат расчетные счета крупнейшие корпорации. Потому что крушение этих институтов было бы крушением ядра экономики. Осознав эту ужасную истину, Министерство финансов США сообщило главам крупнейших банков Америки, что готовы выкупить у них всю обесценившуюся собственность по старым, докризисным ценам. Это был настоящий подарок судьбы. Ситуация примерно такая же. Представьте себе, что Центральный банк назначил день в году, когда все картежники, проигравшие в карты, могут подойти к окошечкам кассы и получить назад свои проигрыши. Вот примерно такая ситуация сложилась в США в начале финансового кризиса. То, что сделало правительство США, гораздо грандиознее покупки вашего старого автомобиля по цене нового. Оно выкупало у банкиров Солл-стрит абсолютно бесполезную, абсолютно ненужную и ничего не стоящую собственность в огромных масштабах. Все ради того, чтобы их банки не разорились. Но даже это еще не все. Банкиры получили от правительства дешевые кредиты на сотни миллиардов долларов для решения своих текущих проблем. Речь идет там о триллионах долларов ежегодно, причем не об одном триллионах, не о двух, а действительно очень серьезных вливаний. Значит, если бы этих вливаний не было, то мы однозначно имели бы спад в американской экономике все эти годы. Правительство США определило 13 крупнейших банков страны. Было объявлено, что они слишком важны для экономики, чтобы допустить их банкротство. Поэтому США выступили гарантом того, что любые их долги будут покрыты независимо от размера. То есть бюджет США и простые американцы расплачивались за ошибки банкиров. На сегодняшний день миром правит, на мой взгляд, финансовая олигархия. Это крупнейшие банки. Происходит взаимопроникновение финансовых интересов правительства и наоборот. Почему же в мире происходят финансовые кризисы? А главное, почему они убивают десятки стран, но не Америку? Впервые вся правда о том, как на самом деле устроена экономика. Мало кто знает, что любой кризис – это вовсе не стихийное явление. Это вполне продуманная акция, которую организовывают всего несколько человек, чтобы спасти свои капиталы. Вам знакома ситуация, когда до зарплаты не хватает, например, 5000 рублей. Вы занимаете их у друзей или родственников, и они без проблем дают вам в долг, потому что знают. Через несколько дней вы получите деньги и вернете то, что одолжили. Так было всегда. В крайнем случае вы можете что-нибудь продать и расплатиться, чтобы спасти свою репутацию. А теперь представьте себе, что вы лишились работы, а ваше имущество неожиданно обесценилось в 10 раз. Дадут ли вам в долг в этих обстоятельствах, тем более если речь идет о сумме в 100 или 200 тысяч рублей? Можно не сомневаться. Очень многие вам откажут или дадут гораздо меньше того, что вам необходимо. Знаете, важна все-таки не сама сумма долга, а доверяют вам как должнику или не доверяют. В финансовой сфере такие ситуации возникают постоянно и обычно не вызывают затруднений. Так же, как мы порой занимаем немного денег у друга до зарплаты, огромные банки одалживают друг другу пару миллиардов на небольшой срок. Они привыкли жить в долг, и сейчас вот та ситуация – это логическое завершение вот этой вот жизни в долг. Вечно жить в долг невозможно. Рано или поздно возникает необходимость платить по своим долгам. В нормальной ситуации банку не нужно распродавать свое имущество. Всегда есть кто-то, кто с удовольствием даст взаймы на небольшой срок. Но осенью 2008 года в этой системе произошел сбой, который едва не обрушил всю мировую экономику. Неожиданно для себя банкиры с Уолл-стрит обнаружили, что больше никто и никому не дает в долг. При этом активы, которые находятся в собственности их банков, в действительности стоят в 3,5, а то и в 10 раз меньше, чем они думали раньше. Это был смертный приговор для всей американской экономики. Ведь мало кто знает, как она устроена на самом деле. В данном случае рухнул пузырь на рынке недвижимости в США. В результате люди, ну с неким лагом, естественно, стали тратить сильно меньше. И целая куча компаний, банков и прочих, которые привыкли к этому фиксированному финансовому потоку, неожиданно обнаружили, что этого потока нет. А расходная часть осталась. В конце 70-х годов Америка оказалась в тупике. Резко упала покупательская способность населения. Возникла угроза катастрофического спада производства. Правительство Рейгана, как тогда казалось, нашло гениальный выход. Банки США резко снизили ставки по кредитам. Теперь взять деньги в банки мог даже безработный. Его пособия вполне хватало для того, чтобы обслуживать кредит. Просто вот то поколение, которое представлял, кстати сказать, сам Рейган, оно было именно таким расчетливым. Оно хорошо знало, что не надо попадать в долговые ямы. А вот это поколение стало жить по-другому. И в результате кредит стал раздуваться. Но любой кредит надо рано или поздно вернуть. Американцы это понимали, поэтому параллельно запустили программу рефинансирования долгов. Если человек не мог вернуть, скажем, тысячу долларов, ему предлагали новый кредит на две тысячи. Таким образом, заемщик отдавал деньги одному банку, но оставался должен другому. Это и был секрет фантастического роста самой сильной экономики в мире. Ее основой стала примитивная финансовая пирамида. Возникли также такие проблемы, как, например, кредитная депрессия и вплоть до кредитного суицида. То есть суицида, вызванного закредитованностью, проблемой долгов и так далее. Более того, кредитомания, как болезнь, стала некоторыми психиатрами рассматриваться наряду с игром. Такая система работала на протяжении 30 лет. Все это время американцы непрерывно брали в долг и уже давно привыкли к тому, что всегда смогут взять новый кредит в своем или другом банке и за счет него погасить старый. Казалось, что эта счастливая жизнь будет продолжаться вечно, но в нашем мире за все нужно платить. На самом деле все деньги мира не сделаны из долгов. Поэтому, когда люди набирают долги, это очень хорошо для финансового общения, это плохо для людей. Здесь существует непримиримое противоречие между теми, кто создает деньги и теми, кто не пользуется. В конце 2007 года миллионы американцев неожиданно обнаружили, что им больше нигде не дают кредит. При этом, если в конце 70-х годов рядовой житель США в среднем откладывал по 10% с каждой зарплаты, то в 2007 году средний долг каждой американской семье превышал 150% ее годового дохода. И его надо было как-то отдавать. В Соединенных Штатах Америки стоимость кредита в 80-м году была 19% учетная ставка Федеральной резервной системы США, а в конце 2008 года стало равным. Все вот этот механизм у себя исчерпал. На рынке американской ипотеки лопнул финансовый пузырь. И сотни тысяч домов оказались никому не нужны. Именно недвижимость составляла основу стабильности банковской системы Америки. Она же нанесла ей смертельный удар. Лопнулся весь этот сумасшедший рынок производных финансовых инструментов, отстроенных на кредитах по ипотеке Соединенных Штатов. По большому счету, я не думаю, что ситуация рассосалась за предыдущие годы. Мгновенно нищими стали все. И заемщики, и их кредиторы. Все, кроме глав 13 банков, которые и разорили страну. Они получили карт-бланш на новые проекты, которые помогут сохранить капитал. У этого капитала нет национальности. Для его спасения, как выяснилось, американские банкиры могут ограбить и собственную страну. Другим же государствам уготована более незавидная участь. Они попросту исчезают с лица земли, если это приносит прибыль. Но кто же выполняет всю грязную работу? Кому 13 банков заказывают убийства, революции и экономические кризисы? Как выясняется, для таких миссий есть специально обученные люди. Смотрите далее. Крупнейшая афера в истории человечества. Они в какой-то момент откажутся от старых 100-долларовых купюр. Эксклюзивное интервью человека, который уничтожил экономику четырех государств. Вся правда о секретной миссии в Индонезии. Огромный кредит никогда даже не передавался этой стране. Все деньги доставались нашим же корпорациям. И для чего на самом деле нужны кредиты Международного валютного фонда? Кредиты МВФ иногда называют поцелуем смерти. Грязные тайны большой политики. Хроники одного обмана. Вторая серия. Эта фотография была сделана в 1971 году. Молодой американец рядом с индонезийским шаманом это Джон Перкинс. По легенде он антрополог, который изучает обычаи местных племен. Но только два человека в американском правительстве знали. Это всего лишь прикрытие. На самом деле в Индонезии проходит стажировку хорошо обученный экономический убийца. Коммунистическое правительство страны даже не подозревает, что ему осталось править не больше месяца. Всего один человек смог перевернуть эту страницу истории Индонезии. В эксклюзивном интервью телеканалу РЕН-ТВ Джон Перкинс расскажет сенсационную правду об операции, которая ввергла в нищету сотни миллионов жителей этого государства. Мы должны были отработать по стандартной схеме, опутать Индонезию своими кредитами, чтобы она больше никогда не проводила просоветскую политику и была полностью нам подконтрольна. Кроме того, нам нужна была их нефть. В 1965 году к власти в Индонезии пришли коммунисты, которые сразу же приступили к переговорам о финансовой и военной помощи с Советским Союзом. Для Америки это был удар ниже пояса. Советы могли получить контроль над центральным регионом Тихого океана. Это значит, что к военным базам на Кубе могли добавиться ракетные шахты в джунглях Индонезии. Пример Кубы, когда советские ракеты оказались способны уничтожить нас всего за несколько минут, послужил хорошим уроком для правительства. Во все страны Тихого океана были направлены наши агенты, чтобы эта угроза не возникла вновь. Это генерал Сухарта. Человек, который захватил власть в Индонезии после военного переворота. Именно его должен был обвести вокруг пальца Перкинс. Тайный агент быстро понял, что предел роста экономики этой страны 5-7% в год. Но чтобы добиться своей цели, он должен был предсказать намного большие результаты. Он для США на этой территории организовал сбор дань. Вот его роль. День за днем он рисовал красочные графики, говорил красивые речи и вводил в заблуждение неопытных чиновников. В итоге Перкинс нарисовал картину роста страны на 19% в год в течение 25 лет. В том случае, если Сухарта согласится взять американские деньги. Джон Перкинс предложил индонезийцам план электрификации всей страны. Правда, для этого нищей Индонезии был нужен огромный кредит. В современных деньгах около 30 миллиардов долларов. Ставка 10% годовых. Срок возврата 20 лет. Огромный кредит никогда даже не передавался этой стране. Все деньги достались нашим же корпорациям на строительство гигантских инфраструктурных проектов. Электростанций, заводов, шоссе и индустриальных парков. Обогащались мы сами, а должниками были они. В последствии Перкинс скажет, что в тот момент продал душу дьяволу. Потому что точно знал. Роста 19% в год экономика Индонезии никогда не увидит. Но этот кредит гарантирует, что жители страны, их дети и даже внуки всю свою жизнь будут работать на выплату этого огромного долга. Им придется позволить американским корпорациям разорять природные ресурсы и забыть об образовании, здравоохранении и социальном обеспечении. Лишь бы выплатить кредит, который им никогда не был нужен. Если вы страна третьего мира, по отношению к американской экономике, вы обычный заемщик, который должен отдавать все, что он занял. Если вам нечего отдавать, вы отдадите землю, вы отдадите недра, вы отдадите политику свою, вы отдадите все на самом деле. Джон Перкинс блестяще справился со своей задачей. Америка получила полностью подконтрольную ей страну в самом центре Юго-Восточной Азии. Ей достались ее огромные запасы нефти, а генералу Сухарта достались огромные деньги на укрепление своей авторитарной власти в стране. Его режим просуществовал 33 года и все это время беспощадно охотился за коммунистами. Жертвами этой охоты стали около 6 миллионов человек. Но в западном мире это никого не волновало. Индонезия была лишь частью миссии Джона Перкинса. Его отправили на новое задание. История Латинской Америки полна мертвых героев. Эти знаменитые слова однажды произнес президент Панамы Амар Рихас. За 100 лет 20 века были убиты или погибли при невыясненных обстоятельствах больше 50 лидеров стран Южной Америки. Все они проводили политику, неугодную США. Джон Перкинс убежден. Любой, кто откажется выполнять указания экономических убийц, станет жертвой киллеров, подосланных спецслужбами США. Иногда деятельность экономических киллеров заканчивалась провалом. Когда президенты не хотели брать огромные кредиты, грозившие рабством их стране, в действие вступали наемные убийцы. Мы называли их шакалы. Они должны были свергнуть правительство или убить президента. Перкинс уверен, очередной жертвой наемных убийц стал президент Эквадора Хайме Ролдес. После 10 лет жестокой военной диктатуры в стране были проведены демократические выборы, на которых Ролдес одержал триумфальную победу. Он тут же разработал план экономических реформ, которые ставили под удар интересы американских транснациональных корпораций. В 70-е годы в Эквадоре шел нефтяной бум, но население страны было нищим. Ролдес собирался выгнать из страны все нефтяные компании США и провести социальные реформы. Американцы, когда не получают у них экономического давления или политического давления, они высылают просто убийц, настоящих киллеров. Резиденту заранее стало известно о готовящемся на него покушении, и он стал вести себя крайне осторожно. Никогда не ночевал в одном месте дважды и удвоил охрану. Для перемещения Ролдес пользовался двумя самолетами. Перед своим последним полетом один из офицеров безопасности убедил Ролдеса воспользоваться вторым самолетом. Через несколько часов его горящие обломки обнаружат в горах Эквадора. Вскоре после смерти лидера страны в автокатастрофах также погибли два ключевых свидетеля, которые заявляли о причастности ЦРУ к этой трагедии. Через несколько лет точно так же погиб президент Панамы Амар Тарихас. Самолет президента, который решил национализировать Панамский канал, разбился в горах. Панамский канал строили больше 30 лет. Смертность среди рабочих была такой высокой, что они приезжали с заранее заготовленными гробами. Во время работ погибло больше 30 тысяч человек. Суммарные расходы на проект превысили 100 миллиардов современных долларов. Его важность была такова, что международные инвесторы организовали гражданскую войну и разделили Панаму на два независимых государства. Панама – это американский проект. Государство подписали габарный договор с Панамой о том, что они контролируют всю зону Панамского канала. Они помогли его прорыть, но все главы Панамы с тех пор были американскими наймитыми. При этом власти Панамы добровольно признали всю зону Панамского канала территорией Соединенных Штатов Америки. Но в 1968 году власть в стране захватили военные во главе с генералом Амаром Тарихасом. Тарихас заявил, канал принадлежит Панаме, и американские корпорации обязаны его вернуть. Он развернул широкое строительство дорог, мостов, домов для простых людей и стал проводить независимую от США политику. В страну тут же были направлены экономические убийцы во главе с Джоном Перкинсом. Он хорошо знал, кто я на самом деле и в чем состоит моя работа. Он знал, что мы хотим обложить его страну ненужными ей кредитами и вернуть над ней контроль. Но он не боялся ни меня, ни того, что случится, если он не пойдет нам навстречу. Перкинс говорит, он лично встречался с Тарихасом. Президент запомнился ему своей фанатичной преданностью и интересом государства. Национальный лидер наотрез отказывался брать кредиты у американцев, которые до этого беззастенчиво эксплуатировали его страну. Взятки, шантаж, лесть и фантастические планы экономического роста. На Тарихаса эти аргументы не подействовали. Но Амару Тарихусу это восстание против власти Америки не сошло с рук. Американцы прагматичные ребята, абсолютно прагматики. Они прощают разговоры, прощают игры, они не прощают, деньги не прощают. Если у них отнимают деньги, это ты враг навсегда. Перкинс говорит, он улетал из Панамы, зная, что в страну уже прибыли шакалы. Так в агентстве национальной безопасности называли наемных убийц. Вскоре президент Амар Тарихас погиб в авиакатастрофе. Ее причины до сих пор неизвестны, но вслед за лидером государства при загадочных обстоятельствах были убиты и несколько охранников президента. После этого страна все-таки взяла кредиты и деньги потекли рекой в карманы избранных банкиров с Уолл-стрит. Новый же президент государства приказал вычеркнуть имя Тарихаса из всех учебников по истории Панамы. Смотрите далее. Что ждет президентов, которые выступают против американского правительства? Они приняли решение, спецслужбы его ликвидировали. Что на самом деле правит миром? Такая метаэлита, которая стоит над элитой. И как выбивают долги транснациональные корпорации? Почему Америка едва не объявила войну Исландии? Каждый гражданин Исландии оказался должен столько, что ему оставалось только повеситься. И впервые на телевидении полный список стран, в которые направлены экономические убийцы. Какие государства станут банкротами в ближайшее время? Европа имеет столько уязвимых точек, на самом деле. Сразу после рекламы на канале Рэнд-ТВ. Гвязные тайны большой политики. Хроники одного обмана. Вторая серия. Хроники одного обмана. Вторая серия. У 13 банков, как выяснила газета Wall Street Journal, есть своего рода черный список. В него входят страны, которые можно уничтожить, получив при этом хорошую прибыль. Газета опубликовала стенограмму секретного заседания Международного валютного фонда, которое состоялось в 2010 году. В тот момент Греция была готова объявить о банкротстве и прекратить все выплаты по своим кредитам. Однако группа американских банкиров была категорически против такого развития событий. Есть два способа поработить страну. Первый способ – это мячом, второй – долгом. Финансовые способы, они зачастую гораздо более эффективны, чем военные. И самое главное, что финансовое господство, оно гораздо более долгосрочное, чем военное. Военная власть до тех пор, пока оккупационные войска стоят. А долги вообще-то и столетия не будут висеть в государстве. Мало кто знает, что для греков банкротство было бы настоящим спасением. В этом случае страна теряла членство в Евросоюзе. Она была бы вынуждена отказаться от единой валюты – евро. Возможно, ее бы вынудили выйти из Шенгенского соглашения. Но это всего лишь репутационные потери. По сравнению с греческим долгом, который в тот момент был в два раза больше, чем весь бюджет страны, сущий пустяк. Ведь объявив о банкротстве, Греция автоматически заявляла – «Страна никому ничего не должна. Просто потому, что нечем платить». В стенограмме, которую публикует Wall Street Journal, говорится о том, что Греция получит 10 миллиардов долларов в кредит от МВФ на совершенно грабительских условиях. Таким образом, правительство страны еще сильнее затянуло финансовую удавку для своего государства. Греческая экономика, которая поддалась на эту кредитную финансовую модель, оказалась просто разваленной, неуправляемой. И, соответственно, суверенную так называемую страну, Грецию, мгновенно поставили в разряд таких вот исполнителей внешней воли. В черном списке банкиров Wall Street была не только Греция. Схема так называемого спасения страны была опробована задолго до того, как в Европу пришел финансовый кризис. В вирусологии существует понятие нулевого пациента. Это человек, с которого начинается эпидемия. Чаще всего он сам даже не болеет, но, оставаясь здоровым, заражает всех остальных. Для мировой экономики таким нулевым пациентом стала Исландия. В 2008 году с маленького островного государства, которое не сразу разглядишь на карте, инфекция распространилась на остальные страны Европы. Эпидемия мирового финансового кризиса охватила Кипр, Грецию, Италию и Испанию. Мировой финансовый кризис 2008 года очень сильно по ней ударил. Исландцы внезапно для себя казались должны гигантскую сумму денег. Каждый гражданин Исландии, от младенцев до глубоких стариков, оказался должен столько, что ему оставалось только повеситься. Уровень ВВП Исландии обвалился, резко выросла безработица, а инфляция достигла 20%. Сразу три крупнейших банка страны заявили о своем банкротстве. Накануне своего краха они выдали кредитов на сумму в 9 раз, превышающую стоимость всего, что производилось в стране за год. Основными вкладчиками были европейские инвесторы, и Исландия оказалась должна им почти 4 миллиарда евро. Это был пробный шар мирового финансового кризиса. Однако надо помнить, что любые самые хорошо разработанные планы все равно могут дать сбой, если они оттолкнутся на серьезное противодействие людей. Западные банкиры и финансисты понимали, что после Исландии им предстоит столкнуться с банкротством еще десятков стран. Каждая из них останется должна транснациональным корпорациям десятки и даже сотни миллиардов долларов. И их хозяева были не намерены их просто так терять. Исландия с ее жалкими 4 миллиардами долга была им нужна, чтобы отработать будущую технологию на гораздо более серьезных игроках. Нельзя пользоваться примерами стран маленьких. Исландия, Швеция. Они занимают свою нишу, и в этой нише им значительно больше позволено, чем другим. Вот попробовал так себя повести даже Франция. Это был бы жуткий совершенно скандал. Если бы нужно было, Исландию нагнули бы по полной программе. Если бы эта страна была в прицеле экономического убийцы вроде Джона Перкинса, ее банкротство стало бы неминуемым. Исландию можно было бы превратить в колонию и выкачивать нужные ресурсы. Население страны опустилось бы до положения туземных рабов без единого шанса выбраться из беспросветной нищеты. Но в отличие от Эквадора, в Исландии нет ни нефти, ни газа, ни крупных залежей металлов или угля. Все богатство этой страны – уникальные экосистемы и вулканы, на которых построена энергетика островов. Что взять с таких территорий? Как раздать долги международным фондам? Финансисты Великобритании, Америки и Европы придумали совершенно варварскую систему погашения долга, которая позже будет использована в других странах. По этому сценарию развивалось банкротство Греции, Кипра, кризис в Испании и Италии. Но впервые эту схему опробовали именно в Исландии, в стране, у которой, по сути, и так ничего нет. Для того, чтобы гарантировать возвращение этих денег, мировые финансовые институты попытались выкрутить руки правительству Исландии, для того, чтобы распределить этот долг на каждого живущего исландца. В Исландии экономические убийцы поняли, с чем они могут столкнуться в других государствах. Удивительно, но даже географически эта страна – идеальное место для самых опасных экспериментов. Острова окружены холодным океаном. Связь с материком – это всего 4 аэропорта и трансатлантический интернет-кабель. Именно здесь банкиры выявили самое слабое место своей стратегии. Оказалось, что не все страны можно обанкротить. Для того, чтобы не платить по счетам, Исландия утвердила новую конституцию и пересмотрела все законы. Особо настойчивые банкиры, требовавшие погашения кредитов, оказались в тюрьме. Правительство отказалось платить долги. Если бы подобный фокус провернул страна третьего мира, отношение могло бы быть гораздо более жестким. Действительно могли бы приплыть авианос и поставить новое правительство, которое бы эти долги признало. Банкиры потеряли 4 миллиарда долларов. Но приобрели по-настоящему бесценный опыт. Совершенствованная система принудительного банкротства сработала в большинстве стран Евросоюза. Когда в 2010 году неожиданно обанкротился крупнейший в Бельгии банк Фортис, местные жители были шокированы. Они просто представить себе не могли, что главная финансовая структура, символизирующая стабильность, может в одночасье рухнуть. В стране уже давно не ремонтируются дороги, гордость бельгийцев. Главная брюссельская газета «Либробельжик» выяснила, что за 20 лет не нашлось ни одного инвестора, который бы вложил деньги в инфраструктуру страны. Именно поэтому ночью любой автолюбитель, несмотря на отсутствие контрольно-пропускных пунктов, мгновенно понимает, что пересек границу Бельгии. С хорошо освещенной трассой той же Франции он мгновенно попадает в полную темноту. Европа имеет столько уязвимых точек, на самом деле. И американцы, вернее, владыки Соединенных Штатов тоже не американцы. Если они захотят ударить по Европе, они ударят в эти слабые точки. Сейчас бельгийский парламент всерьез обсуждает вопрос о переносе столицы Евросоюза. В Брюсселе попросту нет денег для того, чтобы обслуживать здание европейского правительства. Эта страна готова обратиться за кредитом в МВФ, а значит, она тоже вошла в черный список 13 банков. Сейчас так называемый план спасения уже работает в Испании, Португалии и Греции. Как заявляют в МВФ, есть и особая программа для того, чтобы спасти Италию от кризиса. Все эти страны для обслуживания уже существующих долгов взяли кредиты, по которым будут платить внуки нынешних правителей. Но кто следующий в очереди на спасение? В Европейском Союзе Франция, в которой американцы уже назначают своих президентов, в азиатских странах давление будет на Индию, страны Ближнего Востока, скорее всего будет атака на Иран. Грязные тайны большой политики. Хроники одного обмана. Это Лоренс Саммерс. Крупный американский чиновник и экономист. Член Бильдербергского клуба и протеже Дэвида Рокфеллера. В 90-е годы Вашингтон назначил его куратором приватизации основных отраслей российской экономики. Во время дефолта 98-го года он публично заявлял, что не нужно бояться разорения крупнейших российских банков. По его словам, больные банки лишь тормозят экономику и являются источником множества рисков. Однако, когда кризис пришел в США в 2008-м, Саммерс быстро изменил свою точку зрения. Когда то же самое произошло в Соединенных Штатах Америки, и, ну, скажем, 13 крупнейших банков страны внезапно оказались на грани банкротства, почему-то никто не вспомнил о том, что это вполне соответствует рыночной экономике. И что слабые должны умереть, а сильные должны, скажем, выжить и окрепнуть. Именно Саммерс был главным советником России в вопросе приватизации. Именно Саммерс говорил, что банкротство российских заводов и банков приносит пользу. Все тот же Саммерс был идеологом оказания помощи американским банкам, когда они стали разоряться в 2008-м году. И его план был принят. Вместо разорения и тюремных сроков люди, которые фактически поставили всю страну на грань катастрофы, получили сотни миллиардов долларов из бюджета США. Но как Америка могла пойти на это? Сегодня в США законы больше не пишутся представителями государства. Они пишутся через государственных чиновников, которые полностью зависят от корпораций. Они финансируют предвыборные компании и политиков. Однажды согласившись на это, ты навсегда становишься слугой корпораций и банков. В Америке разразился грандиозный скандал, когда специальная комиссия выяснила, на что были потрачены эти деньги. В кризисный год банкиры выплачивали друг другу рекордные бонусы. Например, банк Мэрил Линч потратил на них 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Это составило одну треть от всех денег, которые американское правительство направило этому банку, чтобы спасти его от банкротства. То есть премировало топ-менеджеров, которые разорили несколько миллионов американцев. Но как такое возможно? Что означают подобные действия? Они означают поощрение подобной же практики. Фактически им сказали, ребята, продолжайте в том же духе. Не хватит, еще добавим. Настоящим гигантом в мире финансов является банк Goldman Sachs. В 2008 году его официальные активы превысили 1 триллион 300 миллиардов долларов. Именно он был одним из главных получателей помощи от Министерства финансов США в разгар кризиса. По странному стечению обстоятельств возглавлял это министерство в те годы бывший исполнительный директор этого же банка Генри Полсон. Гоулман Сакс, он не утонул. У него, например, на 6 тысячи хороший покровитель. Сам господин Полсон из Министерства финансов, он своему банку просто его спас. Он как бы вытащил его из этой ситуации. Я думаю, что он сейчас не бедствует, благодаря тому, что он сделал для своих коллег. 23 триллиона долларов. В полтора раза больше, чем весь внешний долг Соединенных Штатов Америки. Именно такую сумму, вероятно, составил весь объем помощи погибавшим банкам, заявил специально назначенный генеральный инспектор Нил Боровский. Но как горски банкиров удалось сохранить свое богатство и власть, когда вся мировая экономика по их вине едва не рассыпалась в пыль? Так как Федеральная резервная система является единственным эмиссионным центром, то фактически администрация Соединенных Штатов, она находится в подчиненном положении ФРС. То есть Америкой и миром правят банкирки. Когда большинство из нас слышат подобные заявления, мы думаем, что это просто очередная теория заговора и не придаем им особого значения. Но в этот раз власть банков над всей политической системой США стала настолько очевидна, что вопрос привлек внимание группы ученых Университета Цюриха. Результаты их исследования оказались поразительными. Специалисты составили сложнейшую экономическую модель. Она показывала взаимные связи 37 миллионов компаний, банков, корпораций и инвестиционных фондов со всего мира. Конкуренция внутри этого сообщества, ну, как вам сказать, она существует, но в определенных обстоятельствах она легко может становиться фикцией. Если принимается солидарное политическое решение, например, какую-то страну оставить на голодном инвестиционном тайке, то никто из этих институтов не будет нарушать эти правила. Среди миллионов этих компаний команда ученых из Цюриха отобрала 43 тысячи, которые принадлежали транснациональным корпорациям и выявила их общие активы. Так постепенно они обнаружили несколько слоев мировой экономики. Ученые нашли ядро из 1318 компаний, связи между которыми сложно назвать иначе как родственными. Но даже они являются лишь филиалами суперкорпораций, которым принадлежит 50% мирового бизнес-богатства. Удивительно, но все 13 американских банков, которые получили помощь в правительство в 2008 году, владеют акциями этих суперкорпораций. То есть контролируют добычу нефти, всех драгоценных металлов и производство электроэнергии. По сути, в их руках сосредоточены ключи от пульта управления всем миром. Швейцарские ученые, которые обнаружили в мировом бизнесе 13 ключевых банков, подсчитали, что они контролируют примерно половину мирового богатства. Но, разумеется, они бы с удовольствием завладели и второй половиной, которая находится в руках их конкурентов. Всегда за любым банком стоят конкретные люди. Но то, что за ними стоят богатые люди, за тем же самым Голдман Саксом, Дж.П. Морганом и так далее, которые заинтересованы в том, чтобы получить еще толику общественного богатства, это наверняка. Кто конкретно? Можно, наверное, посмотреть тот же самый список Форбс. Удивительно, но эксперты уверены, штаб-квартиры этих банков лишь по чистой случайности находится в США. Американскими их называют чисто условно. Если капиталом 13-ти будет угрожать опасность, они без тени сомнения могут уничтожить и всю империю США. Смотрите в третьей серии документального цикла «Грязные тайны большой политики». Как пережить надвигающийся кризис и спасти свои сбережения? Те, кто держат доллары, они рискуют сильно проиграть. Как крупнейший банк Англии ушел с молотка за один фунт? Меня ушло меньше трех лет, чтобы причиненные мной убытки привели к банкротству. Побег с Уолл-стрит. Почему преуспевающий брокер постригся в монахи? Я отказался от светской карьеры и предпочел служение Богу, чтобы спасти свою душу. Третьей серии документального цикла «Грязные тайны большой политики». Это развалины древнего города Угарит в Сирии. За 2000 лет до н.э. он был столицей огромной империи, которая смогла подчинить себе огромные территории на Ближнем Востоке. В Угарите были найдены международные договоры, написанные на восьми языках с использованием пяти различных видов письма. А это руины легендарной державы Ахименидов, владения которой в VI веке до н.э. простирались от Индийского океана до границ современной Греции. Это государство никто не мог завоевать, но секрет могущества державы крылся не в военной мощи. Еще в VI веке до н.э. династия Ахименидов разгадала тайну абсолютной власти. Подчинять себя другие народы гораздо проще с помощью золота. Вот что осталось от царства Куш, находившегося на территории современного Суданка. В 2012 году археологи обнаружили здесь следы крупного золотообрабатывающего центра, который возник около 4000 лет назад. По утверждению Геродота, еще в IX веке до н.э. в царстве Куш проводились выборы. Власть доставалась правителям не по наследству. Нового царя выбирали по результатам голосования. Невероятно, но современные археологи и историки не могут понять, почему эти империи исчезли с лица земли. Известно лишь одно – все они погибли на пике своего могущества. Что на самом деле случилось с древними государствами? Вот так сейчас выглядят пригороды Детройта, города на севере американского штата Мичиган. Когда-то он тоже был центром огромной империи. Той самой, которая всего через несколько лет может уйти в историю. О ее величии можно будет догадаться лишь по развалинам огромных небоскребов. Раскопки здесь можно проводить уже сейчас. Мертвый город – это один из памятников системы, которая доживает последние дни. Кто разрушил самую богатую империю 21 века? И почему ее гибель станет катастрофой для всех государств планеты? Смотрите в третьей серии документального проекта телеканала РЕН-ТВ «Грязные тайны большой политики». Эксклюзивное интервью с финансистом, который разорил самый крупный банк Великобритании. «Я был поражен тем, что моя работа была абсолютно бесконтрольной». Как внук президента Рузвельта повернул вспять нефтяные потоки Ближнего Востока. «Саудиты попались на крючок». Можно ли спасти свои сбережения в момент финансового кризиса? «В случае краха могут быть просто обрезаны все иностранные валюты». И для чего крупнейшие банки уничтожают целые государства? Кто хотел забрать сбережения российских вкладчиков, пытаясь обанкротить Кипр? «Рано или поздно этот Кипр должен был быть захвачен, схвачен и обобран». Каким будет мир после падения последней империи планеты? «Ну, чего делать тогда будем? Пойдем горько плакать? Или пойдем в угол и застрелимся?» И почему гениальный брокер, предсказавший распад Америки, сменил пентхаус на Манхэттене на монашескую келью? «Я отказался от светской карьеры и предпочел служение Богу, чтобы спасти свою душу». Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ «Грязные тайны большой политики». Имя и фотографии этого человека знакомы охранникам всех товарно-сырьевых и валютных бирж в мире. Англичанину Нику Лисону запрещено участвовать в торгах до конца жизни. Ведь именно он показал весь абсурд современной рыночной экономики. Этот человек в одиночку смог уничтожить самый богатый, самый старый банк Великобритании. Впервые на российском телевидении Ник Лисон расскажет всю правду о том, как он обанкротил десятки тысяч людей и поставил под угрозу финансово-экономического краха всю страну. Случай с Лисоном доказал, насколько ненадежна всемирная банковская система. Вы думаете, что ваши вклады в безопасности? Не будьте так уверены. История Ника Лисона доказала, что любой пройдоха и мошенник может разрушить банк с безупречной репутацией. Я ненамеренно обанкротил Берингс. Я был поражен тем, что моя работа была абсолютно бесконтрольна. Берингс-банк был таким же символом Британии, как Биг Бен и двухэтажные автобусы. Его первыми вкладчиками были акционеры Ост-Индской компании, затем королевская семья и самые богатые бизнесмены всего мира. Репутация банка была безупречной. Он стал настоящей легендой. В своих книгах его упоминали Чарльз Диккенс, Жюль Верн и Александр Дюма. Последний, кстати, поместил сокровище графа Монте-Кристо именно в банк Берингс. Банк Берингс – это один из старейших банков Англии. Он участвовал в военной кампании против Наполеона. Он суживал деньги правительству США на выкуп штата Луизиана. Английская королева держала свои сбережения тоже в этом банке. Сын простого штукатуры Ник Лисон с детства мечтал о карьере финансиста. Несколько лет он работал простым клерком, зарекомендовал себя как перспективный манеджер. Принимая на работу 25-летнего Ника Лисона, владелец банка Питер Беринг вряд ли понимал, что принимает судьбоносное решение. Он и представить себе не мог, что вскоре этот молодой энергичный финансист своими амбициозными планами и поступками угробит величайший британский банк, в одночасье покончив с семейным бизнесом Берингов, которым они занимались на протяжении 12 поколений. Молодой Ник Лисон действительно был талантливым трейдером. Первые деньги, которые он зарабатывал, это не была случайность. 90% всего дохода банка приносил он один. В первый год работы Лисон принес банку фантастическую прибыль. Благодаря его биржевым операциям клиенты Берингс стали богаче на 1 миллиард долларов. Совет директоров банка решил, что им удалось заполучить человека, который буквально делает деньги из воздуха. Именно поэтому Лисон возглавил самое перспективное направление. Его отправили в Сингапур на финансово-сырьевую биржу. Финансист вел торги от имени клиентов банка и получил контроль над всем филиалом Берингс. Именно тогда у Ника Лисона и возник план использовать деньги банка для собственного обогащения. Он понял, что играя на бирже деньгами вкладчиков, может получить баснословную прибыль. Я даже не думал, что все может зайти настолько далеко. Я все время ждал, что сейчас раздастся стук в дверь и все закончится. Сотрудники банка считали его едва ли не пророком и безраздельно доверяли новому руководителю. Филиал приносил инвесторам по 50 центов дохода на каждый вложенный доллар. Это запредельно высокие показатели, которые должны были насторожить коллег Лисона. Однако все они тоже получали свой процент от успешных сделок. Это удалось сделать благодаря сочетанию нескольких факторов. Плохой системе связи внутри банка, плохому контролю, недостаточно компетентным людям в его руководстве. И с другой стороны, был я молодой, амбициозный трейдер, жаждущий успеха. Сегодня Лисон, отсидевший пять лет в сингапурской тюрьме за мошенничество, впервые рассказывает о том, как ему удалось обмануть крупнейших финансистов мира. В какое-то время менеджер, по сути, спонсировал экономику целой страны. Он выкупал долговые обязательства Японии, рассчитывая на рост этих акций. Параллельно Лисон вкладывал деньги в рискованные контракты, которые предполагал перепродать в два или в три раза дороже. Основная вина была, естественно, рисковиков, которые допустили к такой ситуации. Рисковик его давно должен был обрезать. Ему нарисовали на его работе в Берингс-банке, нарисовали именно такой ниг на головой. Все думали действительно, что это мега-суперудачный трейдер. Почти год Лисону необычайно везло. Деньги банка Берингс действительно вызвали кратковременный рост в японской экономике. Для самых рискованных операций он использовал отдельный счет, который не фигурировал в банковских документах. Лисон назвал его 88 888. Для коллег из Сингапура это было магическое число, которое, по легенде, приносит удачу в делах. Но для банка Берингс этот секретный счет стал смертным приговором. Это была черная дыра, в которой исчезли все сбережения его вкладчиков. Огромная сумма денег была потеряна. Но это были деньги благотворительных фондов. Я не увидел никаких доказательств того, что деньги потеряли простые люди. Семья Берингс потеряла их. Лисон говорит, что он просто недооценивал риск своих операций. В тот момент, когда акции подешевели в три раза, финансист попросту сбежал из офиса. На рабочем столе Лисон оставил лаконичную записку. I'm sorry. Простите. 24 февраля 1995 года на рынке Сингапура произошел обвал. Банк Берингс первоначально оценил свой ущерб в 1,4 миллиарда долларов. Для банкиров это был серьезный удар. Но такую сумму они еще могли собрать. Однако после изучения всех документов сингапурского офиса, совет директоров понял – банк полностью разорен. Позже адвокаты Берингс обнаружили более 35 миллионов долларов на различных счетах сбежавшего трейдера. Известие о том, что этот банк обанкротился, вызвало шок у всех инвесторов во всем мире. Как банк с такой надежной историей мог так попасть в такую ситуацию? Лисон потратил все деньги вкладчиков – около 4 миллиардов долларов. В том числе 2 миллиона частного вклада королевы Елизаветы, 800 тысяч долларов принца Чарльза и деньги всех благотворительных организаций британской короны. Начался период затяжного падения биржевых рынков. Я пытался защитить свои вложения, но чем больше падал рынок, тем выше становились мои потери. В какой-то момент потери стали настолько высокими, что это привело к обрушению всего банка. Этот человек оставил без работы около 4 тысяч банковских служащих. Однако Лисон доказал удивительную вещь – хозяева крупных банков готовы доверять мошенникам до тех пор, пока они приносят прибыль. Позже в интервью английской «Гардиан» некоторые члены совета директоров Берингс откровенно признавались, что ничего не понимают в современных торгах на бирже. Именно для этого им и нужен был человек с амбициями Ника Лисона. Мошеннические операции проводят сами банки в мировом масштабе. Деньги наркоторговцев, террористов, всяточников и мандитов всей планеты становятся легальными именно благодаря избранным финансовым структурам. Удивительно, но борьба с отмыванием денег для некоторых стран абсолютно неактуальна. На Земле есть своего рода заповедники, куда любой бизнесмен может перевести средства, заработанные не вполне честным способом. Например, известно, что в районе Бермудских островов пропадают не только самолеты. Сейчас это один из самых крупных офшоров на планете, в котором ежегодно исчезают около 80 миллиардов долларов. Деньги поступают в банки островного государства и тут же словно растворяются в пространстве. До недавнего времени офшорная зона была основой экономики для Кипра. Многие знали, что на острове вращаются миллиарды долларов. Но однажды главы транснациональных корпораций решили уничтожить этот заповедник. У Кипра был такой статус в свое время некой экономической казачьины или свободной территории, где вращались деньги всего мира. Это такая была тортуга экономическая, где все пираты и мошенники, все планеты просто отмывали свои денежки. Вы видите кадры, запечатлевшие, как от аэропорта до Центрального банка Кипра едут 15 грузовиков, набитых пятью миллиардами евро наличными. В пути их охраняют 20 армейских БТРов и огромное количество полицейских. В небе за обстановкой наблюдают вертолеты. В марте 2013 года на Кипре разразился сильнейший банковский кризис. Под угрозой разорения оказалась вся республика. Когда ценный груз добрался до пункта назначения, киприоты и вкладчики со всего мира вздохнули с облегчением. Экономика Кипра спасена от банкротства, а деньги простых людей от изъятия. Но в этот момент никто даже и не догадывался, что вся история с кризисом на острове и его преодолением была одним грандиозным спектаклем. Правительство Кипра осознало, что экономике всей республики грозит банкротство и обратилось за финансовой помощью к Евросоюзу. Тот согласился, но объявил, что для своего спасения Кипр должен обложить все вклады на своих счетах налогом от 10 до 70%. Рано или поздно этот Кипр должен был быть захвачен, схвачен и обобран. Киприоты по наивности или по причине банальной скупки их политической элиты они на такой страшной цене представить не могли, когда вступали в Европейский Союз. Все банковские счета и расчетные карты были заморожены. Банкоматы перестали выдавать деньги. Служащие банков просто отказывали своим вкладчикам в обналичивании их средств. Так продолжалось до тех пор, пока с каждого вклада на Кипри не было конфисковано от 10 до 80% его средств. Сразу после этого Евросоюз оказал стране финансовую помощь, а информация о Кипре как по команде исчезла из всех мировых СМИ. Финансовые газеты, журналы, телерепортеры разом потеряли к нему всякий интерес. Причина проста. Крупным банкирам и финансистам было абсолютно невыгодно, чтобы жители Европы и Америки начали думать, что сбережения, которые они, возможно, копили годами для своих детей или на собственную пенсию, в любой момент могут быть у них отняты и направлены на спасение каких-то банков. Но как же сегодня живут простые киприоты? Молодежь Кипра не имеет никаких шансов на какую-то перспективу, более-менее серьезную для себя. Работать негде на Кипре, как и в большинстве стран Восточной Европы, новых членах Евросоюза. И все люди с Кипра, в том числе с Польши, со стран Прибалтики, уезжают в старые страны Евросоюза. Для расплаты с иностранными инвесторами правительство обанкротило часть населения страны. На Кипре отменили пенсии, все пенсионные фонды были национализированы, их деньгами правительство расплатилось по кредитам. В стране ликвидирована система бесплатной медицинской помощи, нет государственного образования, нет пособий по безработице. Государство оплачивает только работу двух структур – технического правительства и полиции. Одни должны вовремя передавать деньги иностранным кредиторам, другие – подавлять голодные бунты. Это вопрос суверенитета, Киприотов. Если ты страна несуверенная, тебе приказали, ты вообще все отдал. Почти все страны мира сегодня погрязли в долгах. Государственный долг Испании составляет 150% от ВВП. То есть она должна в полтора раза больше, чем стоит все, что она производит за год. Долг США – 130%, а Японии и Великобритании – и вовсе по 200%. В тот момент, когда они не смогут его выплачивать, в счет погашения долга пойдут банковские вклады обычных людей. Мало кто знает, что деньги любого американского банка, который находится за границей, в любой момент могут быть арестованы и изъяты. Неужели кто-то готовится повторить кипрский сценарий только в большем масштабе уже в ближайшие дни? Ведь филиалы американских банков до сих пор пользовались колоссальным доверием во всем мире. Их резервы поистине грандиозны. В совокупности они равны одному триллиону долларов. Сделать что-то типа того, что было на Кипре, когда сказали, что наших вкладчиков, которые меньше 100 тысяч, мы трогать не будем, а вот иностранцев мы пострижем. И за счет этого решим вот эти вот свои текущие проблемы. Фактически сейчас этот же путь выбрала вся Европа, выбрали Штаты. Американские финансисты получают огромные деньги, не только отнимая их у простых людей. Вы удивитесь, но они получают их прямо из воздуха. В разгар кризиса 2008 года они убедили правительство США начать программу так называемого количественного смягчения. Проще говоря, начать печатать деньги в огромных количествах. На сегодняшний день в рамках трех подобных программ напечатано уже более трех триллионов долларов. Большая их часть идет именно в руки банкиров и биржевых спекулянтов. Сейчас каждый месяц печатается 85 миллиардов долларов для подпитки банков Уолл-стрита и Европы. Американцы могут напечатать столько долларов, сколько им нужно, и все будут вынуждены свои товары обменивать вот на их доллары. Что мы свою нефть настоящую вынуждены отдавать за их игрушечные бумаги, которые они сами решают, сколько им напечатать. Вы спросите, почему же Америку до сих пор не захлестнула бешеная инфляция? Секрет прост. Все деньги, которые она печатает, идут за пределы страны. За эту раскрашенную бумагу США покупают ресурсы, металлы, оборудование и любые нужные ей товары со всего света. Все напечатанные деньги остаются за пределами Соединенных Штатов. Поэтому обесцениваются прежде всего не те доллары, которые находятся в самой Америке, а те, которые хранит весь остальной мир. То есть мы с вами. Ситуация сегодня даже больше не экономическая, а политическая. И если США решат, что время наступило для такого удара финансового по своим противникам, оппонентам, то они на это пойдут. Большинство из нас не разбирается в экономических тонкостях, но в преддверии надвигающегося кризиса все чаще задаются вопросом, в какой валюте хранить свои сбережения. Ведущие российские эксперты специально для зрителей нашей программы расскажут, как не лишиться своих накоплений. После дефолта 98-го года многие из нас хранят свои деньги исключительно в долларах. Профессор кафедры международных финансов МГИМО Владимир Бурлачков предостерегает, не стоит свято верить в стабильность американской валюты. Доллар, скорее всего, будет проигрывать позиции и юаню, и евро. И вот это приведет к изменению в инвестиционных портфелях. И те, кто держит доллары, они рискуют сильно проиграть. Кандидат экономических наук, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовой политике Анатолий Аксаков уверен, в ближайшие годы повторение дефолта 98-го года невозможно. Он говорит, что российские банки предлагают по рублевым вкладам процент, опережающий инфляцию. Сейчас они имеют больший запас прочности. Опять же, именно рублевые вклады входят в программу государственного страхования. То есть Россия гарантирует возврат сбережений в национальной валюте, даже если банк будет полностью разорен. Рубль будет стабилен. Экономика на стабильно низком уровне, но будет ситуация улучшаться. И, очевидно, лучше, особенно если у вас средств немного, хранить их в рублях, поскольку траты в основном осуществляются в рублях. И рубль не ждет что-то драматичное. Банкир Александр Лежава хоть и не так уверен в стабильности национальной валюты, но сбережения тоже рекомендует держать в рублях. Ведь если в России повторится кипрский сценарий, то накопления в долларах, евро или юанях станут бесполезны. Вы просто не сможете ничего на них купить. В случае краха могут быть просто обрезаны все те иностранные валюты или те держатели иностранных валют. И будет заявлено, что те валюты, которые на территории страны, это правильная валюта, а вот все остальное, это счета заблокированы, наличные денежные средства могут быть объявлены неправильными по тем или иным причинам. Единственный способ не лишиться всех своих сбережений – не доверять всецело одной валюте, считает бывший начальник департамента внешнего долга Министерства финансов Андрей Черепанов. Часть в рублях, часть в долларах, скажем, часть, например, в евро. А это наиболее надежная система. То есть если вы теряете по одной части сбережений, вы приобретаете, как правило, по другой части. И, в конце концов, ваша корзина, она сохраняет примерно ту же товарную стоимость. Смотрите далее. Тайная операция США по установлению власти над Саудовской Аравией. Как шейхи попали под контроль Вашингтона. Саудиты попались на крючок. Шокирующее откровение экономического убийцы. Почему транснациональные корпорации заставляют голодать миллионы людей по всему миру? Экономика смерти убивает саму землю, потому что она разоряет природные ресурсы и не останавливается ни перед чем. Сразу после рекламы на канале РАН-ТВ. Это уникальный документ из библиотеки Конгресса США. Статья Джона О. Салливана «Аннексия» в газете «Демократическое обозрение» за 1845 год. Именно на основе этой публикации всего через год возник так называемый «Манифест судьбы». Именно он, а вовсе не декларация о суверенитете или биль о правах человека, определили всю политику США на несколько сотен лет вперед. Это понятие проявленной судьбы, это американский проект доминации миром. «Манифест судьбы» – это концепция богоизбранного народа. В 19 веке американцы всерьез верили, что выполняют особую миссию. Их задача – защитить мир от варварских племен, нести идеалы христианства и свободы всему континенту. Поэтому для начала Америку освободили от индейцев. Тот же «Манифест судьбы» стал оправданием для покупки чернокожих рабов, которые заложили основы экономики США. Позже адмирал Альфред Мехен, перечитав «Манифест судьбы», заявил, что для Америки жизненно необходимо постоянно расширять свои границы. Он назвал эту стратегию принципом анаконды. «У нас есть целый континент, на котором на протяжении 200 лет американцы совершенно свободно делали то, что они хотели. Этот континент называется Латинская Америка. А когда местные страны стали немножко не слушаться Соединенных Штатов, у них пошел рост уровня жизни». Провозгласив свой манифест, американцы расширили территорию США в три раза. Они провели два десятка крупных войн и множество локальных военных операций. Опираясь на «Манифест судьбы», правительство США объявило все западное полушарие Земли зоной исключительного влияния США. В нем оно считало себя вправе совершать какие угодно действия. Любое вмешательство Европы в дела Северной или Южной Америки приравнивалось к объявлению войны. Америка уверенно создавала собственную империю, которая должна была стать единственной в мире. Та же Мексика, она выдержала десятки военных интервенций со стороны США. И сегодня мы видим, что у нее осталось половина ее территории, которая была когда-то. Даже то, что осталось, это основная территория Мексики подвергалась нападению чуть ли не ежегодно в какое-то время американских войск. Российские ученые Михаил Хазин и Андрей Фурсов – авторы теории, которая дает объяснение всем мировым кризисам и войнам 20-го и 21-го веков. Они подчеркивают базовый принцип катаклизма. Любая империя живет до тех пор, пока может расширять свои границы. В начале 20-го века в мире осталось всего пять таких сверхгосударств – Россия, Германия, Великобритания, Япония и США. Каждая империя обладала огромной территорией. Но для того, чтобы ее удержать, нужны были все новые и новые ресурсы. То есть все пять империй не могли существовать дальше одновременно. Кто-то должен был погибнуть. Это экономическая модель, в которую уже была запрограммирована Первая мировая война. Это передел ресурсов и передел мира. Это была схватка принципиально разных властно-экономических организмов. Это была борьба англо-американского капитализма за расчистку территорий для потока своих капиталов. Отчасти англо-американцы своих целей добились. Австро-Венгрия рухнула, на ее месте появились лоскутные государства. Поскольку ни одна из пяти империй не была полностью уничтожена, не состоялся и передел ресурсов. Поэтому уже в 20-е годы в Америке разразился экономический кризис, который сегодня мы знаем как Великую депрессию. Он продолжался почти 15 лет до начала Второй мировой войны. Понадобилась Вторая мировая война. Под Вторую мировую войну Запад англо-саксы, то есть англичане-американцы, заточили такое оружие, как Третий рейх Гитлера. Но и это не сработало, потому что Советский Союз одержал победу над Гитлером. Вторая мировая война привела к окончанию Великой депрессии, потому что из пяти империй на карте планеты остались только две. Немецкая и японская были полностью уничтожены. Британская добровольно вошла в состав Американской. Теперь весь мир был поделен между США и Советским Союзом, которые начали готовиться к новой схватке. В середине 20-го века, когда уже почти весь мир был поделен на две зоны влияния, США было необходимо установить свой контроль над немногими свободными территориями. В середине 20-го века лидеры Америки поняли, что если они хотят управлять всем миром, то им необходимо держать под контролем Ближний Восток и его нефть. Правда, до них тот же ближневосточный аргумент решили использовать в СССР. Возможно, поэтому США стали стремительно терять позиции в самых перспективных регионах. Одна за другой произошли революции в Сирии, в Египте и в Ливии. Прозападные и восточные монархии погибали одна за другой. Тогда это назвали не арабской весной, а красным расцветом. После Второй мировой войны на Ближнем Востоке началась серия националистических и социалистических революций. Первенцем, наверное, был Египет, потом Ирак, потом Сирия, Алжир. Это уникальная фотография из семейного архива Теодора Рузвельта. Президент США с внуками. На руках у Рузвельта маленький Кермет. Именно любимый внук спустя 20 лет воплотит мечту своего деда. Благодаря Кермету Рузвельту-младшему все нефтяные месторождения Ближнего Востока будет контролировать Америка. Именно Кермет станет первым экономическим убийцей в истории США. Его же назовут и отцом цветных революций. В 1951 году в Иране вспыхнуло восстание против власти Англии и Америки над этой ближневосточной страной. Премьер-министр Ирана Мохаммед Масадек резко разорвал отношения с Западом и объявил о начале проведения независимой от него политики. Запад пребывал в растерянности. Он лишился важного союзника и доступа к огромным запасам нефти и газа. Военное возмездие могло спровоцировать вмешательство Советского Союза на стороне Ирана. Демократический лидер Масадек, он начал свою политику с того, что стал национализировать нефтяные компании. Естественно, это никого не могло устроить, потому что американцы, британцы считали, что потеряв Иран, что допустив туда русских, допустив туда социалистов, они потеряют огромный кусок стратегический на Ближнем Востоке, в Азии. Вместо того, чтобы послать морских пехотинцев, Вашингтон направил в Иран агента ЦРУ Кермита Рузвельта, внука бывшего президента США. За два года Кермит создал агентурную сеть, купил всех лидеров оппозиции, организовал массовые беспорядки и новую революцию. Была устроена и великолепно проведена спецоперация по свержению этого режима и по возвращению туда Шаха. Шаха Мохаммеда Резы, который стал самым преданным, искренним приверженцем западных интересов, и который всячески помогал отстаивать интересы США на Ближнем Востоке. Кермит Рузвельт стал эталоном экономического убийцы, хотя в то время такого термина еще не было. В Иране Рузвельт ходил по лезвию бритвы, ведь у него не было даже прикрытия в виде реально существующей частной фирмы. Он был нелегалом, и в случае провала Кермита бы ликвидировали без лишних формальностей, а его прах развеяли бы над Персидским заливом. Для новых операций был создан своего рода экономический спецназ. Они не получали зарплату от правительства. Жалования им платили частные консалтинговые компании. Этих шпионов нельзя было обвинить в шпионаже. Продавая свои услуги, они, по сути, оставались обычными менеджерами. Гениальная технология была создана. Теперь ей предстояло пройти проверку в реальности. Вы видите кадры самой кровавой войны за все время арабо-израильского конфликта. В октябре 73-го года армии Египта и Сирии атаковали Израиль. США оказали своему союзнику огромную военную и экономическую помощь. И в ответ на это пять стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией прекратили поставки нефти в Америку. Ее цена выросла в шесть раз. Это едва не убило все нефтеперерабатывающие заводы США. На бензоколонках Америки выстроились многокилометровые очереди. Энергетический кризис в США происходил в начале 70-х годов. Стояли огромные очереди. Люди были вынуждены ждать по 4-5 часов, чтобы получить около 5 галлонов бензина. По 5 галлонов только отпускали. Экономика Соединенных Штатов оказалась на грани краха. Экономическим убийцам была поставлена сложнейшая задача. Они должны были превратить Саудовскую Аравию из непримиримого врага Америки в ее верного подданного. Миссию возглавил Джон Перкинс. В середине 70-х я был направлен в Саудовскую Аравию в составе группы специалистов, которые занимались поиском выхода из нефтяного кризиса. Саудовская Аравия была настроена крайне враждебно по отношению к США. И наша миссия считалась заветомо провальной. В столице Саудовской Аравии Перкинса поразили огромные кучи мусора на улицах. В них спокойно копались десятки диких кос. Джон узнал, что гордость саудитов не позволяла им опускаться до уборки мусора. И эту работу выполняли козы. Ему сразу стало ясно, как он может использовать это в своей миссии. При общении с любым саудовцем первое, что бросалось в глаза, это гордость и высокомерие человека. Абсолютно неважно, кем он был. Он был саудовцем и уже поэтому считал себя выше любого иноземца. Саудовская Аравия была слабо развитой страной с бездонным кошельком и огромным желанием, как можно быстрее вступить в современный мир. Перкинс предложил саудовским принцам необыкновенную сделку. США превратят Саудовскую Аравию в самое роскошное, самое современное государство на всем Ближнем Востоке. Небоскребы, автотрассы, современная армия, все это стоит дорого. Но только шейхи могут себе это позволить, говорил Джон Перкинс. А убирать мусор на улицах будут бедняки из соседних стран. Они же выполнят всю черную работу на новых стройках. Саудиты попались на крючок. И очень хорошо, они поступили не самым умным образом. Да, они купились на оппонентов, сами не могли создать технологии. Они взяли в штат. Спустя полгода переговоров Перкинс добился своей цели. Строительные энергетические и нефтяные компании США получили контракты на сотни миллиардов долларов. Это была одна из самых удачных и прибыльных операций в истории Соединенных Штатов. Им досталось марионеточное государство в самом центре огромного океана нефти, площадки для военных баз и колоссальная прибыль. У Саудовской Аравии нет ни грамма суверенитета. Это просто страна, которой повезло силу природных ресурсов. И за нее все сделали другие. Все, что они дали, это дали в аренду своей страну, Перкинсу, и потом получили с этого дивиденды. Саудовская Аравия, еще один штат Соединенных Штатов Америки. Сразу после рекламы. Из роскошного пентхауса в монашескую келью. Невероятный побег с Уолл-стрит. Я отказался от светской карьеры и предпочел служение Богу, чтобы спасти свою душу. Как автомобильная столица Америки превратилась в город-призрак? Американское правительство не видит смысла спасения Детройта. И почему в то время, как банкиры США захватывают целые страны, сама Америка оказалась на грани распада? Вероятность, что при этом распаде начнется очень резкое обострение военной обстановки в мире. Каким видят мир после гибели последней империи ведущие экономические эксперты? В обществе, конечно, будет, я думаю, ну как минимум гражданская война, гражданский конфликт. И что ждет Россию в момент глобального кризиса? И мы чего делать тогда будем? Пойдем горько плакать? Или пойдем в угол и застрелимся? Сразу после рекламы на канале РАН-ТВ. Третья серия. В середине прошлого века на Земле осталось только две сверхдержавы. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Но для планеты даже две империи, если верить концепции российских ученых, это слишком много. Рано или поздно одна из них должна была исчезнуть. Советская империя рухнула первой. Но означает ли это, что придя к финишу в этой гонке, США стали победителями? И может ли это быть финалом для всей американской экономики? Казалось бы, сложно в это поверить. Ведь это такая сильная держава, государство с огромным бюджетом, с огромной военной машиной. Но это же государство сегодня имеет самый большой долг, самое большое количество заключенных, самое большое количество нерешенных социальных проблем. В эти кварталы никогда не заглядывает полиция. Здесь нет воды, отопления, отключено электричество. Тысячи сгоревших домов – это не результат массовых погромов. Просто с некоторых пор те, кому удалось выжить в заброшенном городе, так отмечают Хэллоуин. На праздник в Детройте штат Мичиган принято поджигать дома. Американское правительство не видит смысла спасения Детройта. Они считают, что этот город – это ржавый полос. И если ставить новую промышленность, то ставить промышленность уже на зеленых лужайках. Детройт уже не спасешь. Ну, просто упустили время. В 70-е годы надо было его спасать. О такой Америке мало кто знает. Трудно поверить, но в этих руинах еще живут люди. Около 800 тысяч человек. В основном это потомки тех, кто строил автомобильную столицу США. Совсем недавно так называли Детройт. О былом величии еще напоминают небоскребы в центре. Хотя заметно, что эти грандиозные офисы давно опустили, а в некоторых выбиты стекла. Жители недовольны. Фактически выброшены из своих домов, их значительная часть. Они теряют работу, они теряют страховки. В середине прошлого века в Детройте собирали каждый второй американский автомобиль. Три машиностроительных гиганта General Motors, Ford и Chrysler построили здесь свои заводы. Детройт стал самым богатым городом в Северной Америке. Здесь проложили первые скоростные дороги, демонтировали трамвайные рельсы и отменили почти все автобусные маршруты. Общественный транспорт оказался здесь лишним, ведь у каждого из двух миллионов жителей была своя машина. Детройт был богаче, чем столица нефтяных шейхов. Обычные инженеры и менеджеры покупали себе океанские яхты и недвижимость на Гавайских островах. Первый удар Детройт получил в середине 70-х годов, когда из-за нефтяного кризиса резко выросли цены на бензин. Американцы перестали покупать машины с мощным двигателем, предпочитая экономичные модели из Японии. Падение спроса убило компанию Крайслер. Инвесторы, спасая свои миллиарды, стремительно избавлялись от машиностроительных активов. Вслед за Крайслером из Детройта ушел и Форд. Я думаю, что рано или поздно все осознают, что произошедший кризис был результатом сочетания множества факторов. Но многие из них можно было избежать. Но ситуацию усугубила политика финансистов с Уолл-стрит, которым было выгоднее вкладывать их капиталы за пределами США. До последнего держалась Дженерал Моторс. Вот так теперь выглядит ее штаб-квартира. После кризиса 2008 года компания объявила о банкротстве. Все заводы в городе остановились. Без налогов городская казна не могла оплатить услуги полиции, коммунальщиков, пожарных, даже труд самих чиновников муниципалитета. Все, у кого были деньги, покинули Детройт. Сейчас здесь самая дешевая недвижимость на планете. За 100-200 долларов можно купить многоквартирный дом в центре города. Колоссальный разрыв между богатыми и бедными, рост недовольства и так далее. То есть помимо фасадной стороны, которая придает Америке привлекательность, есть еще и теневая сторона нерешенных реальных проблем, с которыми американское политическое руководство сталкивается ежедневно, ежечасно. Последний раз экономику города пытались оживить довольно необычным способом, построив несколько казино. Позже американские журналисты скажут, что это была попытка залить пожар бензином. И горные заведения, на которые бюджет потратил последние деньги, стал настоящим раем для местной мафии. Город не получил с них ни цента в виде налогов. Зато по уровню преступности обогнал Сомали. Практически это экономика такая вот, аналогию приведу, что это больной на капельнице или на искусственном дыхании. Этот аппарат нельзя отключить, но даже его активная и сверхактивная работа не обеспечивает нормальное восстановление работоспособности этого организма. Сейчас мало кто понимает, что именно так выглядит будущее постиндустриального мира. И с каждым днем для Америки оно становится все ближе. В стране еще 10 городов заявили о предстоящем банкротстве. Среди них два города-миллионника – Лос-Анджелес и Сан-Диего. Можно увидеть где-нибудь в Африке стоящий Баобаб, внутри полностью съеденный уже термит. Но он сам не падает, потому что нету бури там. Подойди к нему, и вот это огромное дерево можно просто рукой свалить. Так вот, мне кажется, ситуация будет так развиваться. Кроме того, Соединенные Штаты сейчас оказались в странной ситуации. Пока Америка пытается захватить новые сферы влияния в мире, внутри страны назревает раскол. 3 сентября Совет Супервайзеров графства Сискию на севере Калифорнии проголосовал за отделение штата и образование нового штата – Джефферсон. 30 сентября тоже решение принял Совет графства Модек. На очереди отделение значительной части штата к северу от Сан-Франциско, включая довольно большой город Рединг. Избиратели, как во времена отцов-основателей, требуют независимости. Юристы федерального правительства в ужасе, ведь Конституция США гарантирует любому штату, городу или небольшому поселению право на выход из состава государства в любой момент. Смотрите далее. Из роскошного пентхауса в монашескую келью невероятный побег с Уолл-стрит. Я отказался от светской карьеры и предпочел служение Богу, чтобы спасти свою душу. Гибель империи. Что уничтожит экономику последней сверхдержавы и почему американцы требуют арестовать самых богатых людей страны? Одна из крупнейших проблем состоит в том, что банкиры, финансисты и конгрессмены легализуют коррупцию. Как может выглядеть новая карта мира и в чьих руках окажется власть? Мы уже сегодня получили вполне себе однородный внешнеуправляемый мир. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Гибель империи. Третья серия. Вы видите кадры, на которых активисты движения Окупай Уолл-стрит требуют справедливости. Они считают, что большинство банкиров должны сидеть в тюрьме, а не в офисах на Манхэттене. Сегодня все просто боятся судить банкиров и финансистов из-за опасений, что это обрушит всю систему. Но они должны пойти под суд за свои преступления. Мы требуем привлечь их к ответственности за кризис, который мы до сих пор переживаем. Но что действительно возмутительно, что они до сих пор остаются неприкасаемы. Движение Окупай Уолл-стрит переводится как Захвати Уолл-стрит. Улицу в самом центре Нью-Йорка, которая считается финансовым сердцем Америки. Здесь расположены центральные офисы крупнейших банков США и фондовая биржа. В современной Америке один процент самых богатых бизнесменов управляет всеми предприятиями и банками. Эти же люди заседают в Конгрессе и в Сенате США. Именно поэтому активисты движения Захвати Уолл-стрит называют себя движением 99%. Одна из крупнейших проблем состоит в том, что банкиры, финансисты и конгрессмены легализуют коррупцию. При нынешней системе фактически существует прайс-лист, определяющий сумму за каждое преступление. В это трудно поверить, но империя, оставшись в гордом одиночестве, не может справиться даже с внутренними конфликтами. Восстание внутри страны, сепаратизм и заброшенные города. Да, неужели история великой страны повторяет путь других не менее великих империй? Удивительно. Но именно эта мысль не дает покоя экономическому убийце Джону Перкинсу. Сейчас он понимает, его работа, которую он выполнял ради Великой Америки, привела его страну к краю пропасти. Джон не хочет, чтобы эта мысль преследовала его в конце жизненного пути. Сегодня на нас надвигается жесточайший кризис. Это будет катастрофа, но мы знаем об этом. Мы видим это, и у нас есть время измениться. Я полон надежд, потому что это самое волнующее время в истории человечества. Это революция в сознании, и мы часть этого. Как волнительно осознавать, что нет ничего более приятного, нет ничего более священного, нет ничего более волнующего, чем работа над созданием лучшего мира для будущих поколений. Но как это ни парадоксально? Когда весь мир стал работать на Америку, когда у нее не осталось ни одного равного противника на планете, эта модель стала нежизнеспособной. Фактически американский президент это солдатский император во времена Позднего Рима, которым нужно воевать, кого-то грабить, иначе там Рим пойдет в разнос. Парализованный огромными долгами, истерзанный финансовым кризисом и обескровленный долгими войнами на Ближнем Востоке, американский Атлант больше не в силах держать небо. США направляется в дом престарелых для отставных мировых держав. Весь 20 век Соединенные Штаты продвигали глобализацию всей планеты. Весь мир оказался замкнут на американскую экономику. Процесс глобализации на самом деле уже закончился, потому что, как вдруг выяснилось, земной шар оказался слишком маленьким для этого процесса. Весь капитализм в том виде, в котором мы его знаем, он, по сути, уперся в тупик, в системный тупик. Ему некуда расширяться. Сегодня у США все меньше ресурсов удерживать мировые процессы под своим контролем. Эксперты убеждены, прежде чем человечество сможет развиваться дальше, ему сначала придется пережить тяжелейший период, который неизбежно ждет каждого из нас, когда случится крах США. Он будет означать катастрофу не только для Америки, но и для всей мировой финансовой системы. Возникнут проблемы, может быть, даже с покупкой еды, уж не говоря о том, что за квартиру платить будет нечем. Люди думают, что, имея в руке доллар, можно получить продукт. И забывается, что люди едят не доллары, а хлеб, масло и так далее. Доллары так популярны и так легко принимаются к оплате во всем мире, потому что весь мир уверен, что доллары действительно эквивалентны хлебу и маслу. Но что случится, когда эта система рухнет и сотни триллионов напечатанных и виртуальных долларов превратятся просто в зеленую бумагу? Дефолт Америки получит начало какому-то крупномасштабному кризису цивилизационного характера. Эксперты утверждают, конец глобализации приведет к распаду единого мира на несколько относительно независимых экономических зон. В каждой из них будет своя региональная валюта, а контакты с другими зонами будут сведены к минимуму. Что можно противопоставить глобализации и хозяевам глобальной игры? Для того, чтобы быть самодостаточным экономически, нужна целостность ну где-то 250 миллионов, 300 миллионов человек, чтобы обеспечить спрос, предложение, чтобы это была некая автономная единица. Ну вот Китай может быть такой единицей, Индия может быть, но вот другие страны такими быть не могут, поэтому нужно укрупняться. Эксперты называют 5-7 независимых экономических зон, которые должны возникнуть в мире после падения последней империи. Восточно-Азиатский регион, в котором доминирует Китай, Тихоокеанская зона под контролем Индии, Западная Европа под управлением Германии и Великобритании. От ее границ и до сфер влияния Китая новая территория России. Вся Южная Америка, как считают эксперты, будет разделена на зоны интересов Бразилии и того, что осталось от американских штатов. Сами же США будут поглощены мигрантами из Мексики. Америке, какой мы ее знаем, потребуется несколько десятилетий, чтобы снова обрести независимость. Христо Мишков был самым талантливым аналитиком Уолл-стрит. Его прогнозы менеджеры воспринимали как пророчество, но 6 лет назад он сменил деловой костюм на монашескую рясу. В прошлой жизни Христо был одним из тех, кто составил уникальный прогноз развития американской цивилизации. Именно он с математической точностью просчитал и крах Детройта, и обвал на фондовых биржах 2008 года. Но самый главный прогноз Мишкова до сих пор не решилась опубликовать ни одна газета. Бывший брокер Суолл-стрит объяснил, что Америка действительно может распасться на несколько независимых государств. И это принесет грандиозную прибыль транснациональным корпорациям. Мишков говорит, что просто не хотел стать частью этого дьявольского плана. Фондовый рынок представляет собой пирамиду, в основе которой стоят миллионы мелких инвесторов. Фермеры, домохозяйки, рабочие. Их называют стадом. Стадом выше в пирамиде стоят пастухи. Они направляют стадо, куда вкладывать деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова